Спасибо. Начинаем нашу конференцию. Позвольте представиться. Меня зовут Владимир Кащеев. Я заместитель генерального директора компании Гротек, организатора сегодняшнего мероприятия. Прежде всего, хочу несколько слов сказать о нашей компании. Компания Гротек существует с 92-го года и практически всю свою историю занимается организацией профессионального общения в различных индустриях. В нашем фокусе высокие технологии, информационные технологии, информационная безопасность и безопасность объектов, как частных, так и государственных. Мы проводим конференции, как очные, так и онлайн. Проводим форумы, где совмещаются экспозиция и деловая программа. Издаем журналы информационная безопасность и система безопасности. Также у нас есть издания узкофокусированные, посвященные, в частности, спутниковой связи, пожарной безопасности. Также в составе компании есть информационное агентство, монитор, которое выпускает информационные продукты, узкосфокусированные для различных отраслей экономики. Наше агентство для участников конференции подготовило некий бонус. Я, коллег, попрошу дать чат-ссылку. По этой ссылке можно запросить ознакомительные номера информационных бюллетеней агентства «Монитор». Соответственно, если вам понравится, можно будет подписаться. К нашей конференции. Конференция сегодня посвящена цифровой трансформацией информации в фармацевтике и мы рассмотрим эффекты от внедрения информационных технологий. Отрасль инновационная, растущая, применяющая информационные технологии уже в течение многих лет, причем во всех аспектах, как начиная от производства, исследований, сбыта, логистики. Сегодня у нас замечательные закладчики, которые познакомят нас с своей практикой, с тем, какие удачные решения им удалось найти и, так сказать, надеюсь, поделятся в том числе и с какими проблемами они столкнулись и как удалось эти проблемы решить, с помощью каких инструментов и помогут своим коллегам обратить внимание на какие-то тонкости и важные вопросы. У нас есть опрос, касающийся тем, которые мы хотели бы обсудить с вами для следующих наших мероприятий. Я вас попрошу ответить на эти вопросы, это поможет нам формировать дальнейшую нашу программу. А пока вы отвечаете, я несколько слов скажу по порядку нашей работы. У нас на конференции открыт чат, он с правой стороны ваших экранов. Пожалуйста, во время выступления докладчиков пишите вопросы. Этим самым вы поможете и докладчику, и мне сфокусироваться именно на тех вопросах, которые представляют для вас наибольший интерес. Наряду с вопросами вы можете писать свои комментарии. Это тоже очень полезно, бывает сложно сформулировать какой-то, так сказать, вопрос, но есть какая-то реакция, что-то вы хотите донести до коллег, до докладчиков. Естественно, просьба придерживаться правил делового общения и избегать троллинга. По времени нашего мероприятия, значит, доклады у нас запланированы до 13.10, и по окончании докладов мы планируем провести дискуссию, основываясь на той информации, которую нам сообщат докладчики, и на тех вопросах и комментариях, которые мы получим от вас во время мероприятия. Собственно, не стесняйтесь, проявляйте активность, это самое главное, для того, чтобы получить наибольший эффект от участия в нашей конференции. Я думаю, предварительная информация у меня завершена, поэтому, наверное, давайте будем завершать опрос. Я вижу, что активно вы поучаствовали. Это приятно, мы обязательно учтем ваши пожелания при формировании дальнейшей программы. Сейчас я хотел бы предоставить слово нашему первому выступающему. Это Дмитрий Танков, руководитель группы интеграции аппаратных платформ Биокад. Дмитрий, подключайтесь, пожалуйста. Да, да. Всем привет. Дмитрий, добрый день. Видим вас хорошо. Пожалуйста. Коллеги, еще раз всем привет. Меня хорошо слышно? Да, замечательно. Тогда здравствуйте еще раз, дорогие коллеги. Безмерно рад вас всех приветствовать на мероприятии, посвященном столь интересной теме. В последнее время IT говорят все больше и больше, и мне хотелось бы рассказать, как это действительно влияет на автоматизацию производства и как сказывается на оптимизации бизнес-процесса. Меня зовут Дмитрий, я руководитель группы интеграции аппаратных платформ. Спасибо, кстати, что представили. По традиции, немного расскажу о компании, чтобы был понятен контекст и что и для чего, собственно говоря, мы делали. Биокад – это компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы и ген-инженерии до клинических исследований и массового производства и маркетинговой поддержки, соответственно. Если немного упростить все эти прекрасные слова, то важным из этого относительно именно программной инженерной составляющей является то, что у нас есть как исследовательские задачи, где сотрудники в лабораториях занимаются поиском больших и малых молекул, так и задачи постановки того, что они нашли, именно на промышленные рельсы, где необходимо производить препараты коммерческими партиями. Тут надо четко понимать, что в лабораторных условиях это все ограничивается маленькими установками, а на производстве это уже огромные биореакторы, установки хроматографии и прочее. Но в любом случае все это нуждается в управлении, учете и сборе статистики, чтобы потом вести коррективы и оптимизировать весь процесс производства. Для этих задач компании был выделен отдельный департамент автоматизации, представителем которого я являюсь, и в наши задачи входит непосредственно управление установками, оптимизация процессов производства и сейчас немного окунувшись в историю, я вам расскажу, как мы это все реализовывали непосредственно на производстве. С чего мы начали? Первое, с чего хочется начать, это автоматизация своей собственной производственной линии. Здесь мы начали с классики, как, впрочем, и многие. Это управление непосредственно элементами, то есть насосами, клапанами, датчиками осуществлялось промышленными контроллерами, а человекомашинный интерфейс был реализован на основе OpenSCAD. Что нам это дало? OpenSCAD дала нам и, в частности, пользователю удобный веб-интерфейс управления системой с любого устройства, на котором установлен браузер, а промышленные контроллеры обеспечивали надежность, потому что они по-прежнему оставались максимально близко к системе управления, как с точки зрения архитектуры, так и с точки зрения аппаратной реализации. Мы, конечно же, провели большой работы по единообразию установок, но это было немного не то, потому что по-прежнему алгоритмы работы установками описывал программист на уровне ПЛК, а хотелось иметь больше гибкости при конфигурировании установок. Что под этим я хочу сказать? Обычно производственная линия заточена под определенную последовательность действий. Поистину на примере. Если мы делаем один препарат, то нужно производить вполне определенную последовательность действий на установке, залить такой-то среды, вывести на такую-то температуру, через 20 минут открыть такой-то клапан и так далее. А для другого препарата последовательность действий с этой же установкой будет совершенно иной. И тут возникает вопрос, а что делать? Можно было бы каждый раз конечно обращаться к разработчикам? Ну, вроде как да. А что если нужно как-то очень интересно поэкспериментировать или сильно измерить алгоритм, особенно в процессе? И ответом на все эти вопросы стал движок рецептов. Мы переделали архитектуру ПЛК-СКАДы и таким образом, таким образом, чтобы технолог из примитивов вроде открыть, закрыть, установить время, начать после такого-то события, обратиться к такому-то элементу, ну там, к клапану, насосу и так далее, технолог мог составлять алгоритм работы с установкой для того или иного препарата. По сути, мы сделали что-то среднее между поваренной книгой и автоматизированным оператором. Это нам освободило как минимум двоих разработчиков и, что важнее, дало свободу творчества технологам для экспериментов. Ну, потому что технологи это те люди, которые максимально близки к производству и понимают, чего они хотят и как они хотят экспериментировать. Также в системе реализованы были подсказки, по которым мастер смены понимает, что необходимо сделать в данный момент. И тут речь идет именно о аппаратных действиях из серии подвести к установке такую-то емкость с такой-то средой и подключить к такому-то клапану. Это сильно уменьшает ошибки среди нового персонала, так, как и ни странно, среди бывалых сотрудников, потому что все равно со временем внимательность немножко притупляется. Но, опять-таки, это все хорошо, когда мы говорим об оборудовании своего производства. А что делать с оборудованием стороннего производства и как с ним обстоят дела, особенно, когда речь идет о лабораториях, потому что производство мы все реализовывали сами, а в лабораториях у нас очень много установок именно стороннего производства. И у некоторых производителей совершенно непродуман механизм передачи данных в некую централизованную систему. В частности, у многих плашметров и весов есть только фон для подключения специального принтера, на котором печатается чек о последнем проведенном процессе или калибровке, и этот чек нужно приложить к отчету бумажному. И это совершенно не похоже на шаги к прекрасному информационному будущему. решением для нас стали собственные устройства мониторинга и интернет-вещей. Устройства мониторинга для пользователя представляют сервис по преобразованию разнообразных протоколов и данных от оборудования и передачу их по МКТТ на ПЛК, ну и далее на скады системы, соответственно, и предоставление информации пользователям. Этим мы закрыли потребность компании вчитывания данных с устройств стороннего производства, а также дали гибкости по перемещению, потому что установки, будем честными, чистенько перемещаются одной-то вещей, они всегда находятся на связи, потому что Wi-Fi везде доступен. Как несложно догадаться из этих слайдов, расширение коммуникационных возможностей вставит вопрос, как и где все это хранить. И тут мы переходим опять-таки к еще одной очень популярной теме в современном IT, это концепция бигдата. Но тут маленькая ремарка, что нельзя перейти к бигдата не пересмотреть архитектуру. Мы в системе мониторинга именно полностью отказались от ПЛК и скады в пользу микросервисной архитектуры и разработки новой системы Botanic, которая закроет потребности компании именно в мониторинге и диспетчеризации. Бэкэнд у нас был реализован на Go, а фронтэнд на JavaScript. Это нам дало больше возможностей к расширению, потому что самым слабым местом любой скады системы является визуал. А используя JavaScript, мы ограничены по сути дела только своей фантазией, ну и естественно бизнес-ценностью. А разработка на Go позволила разрабатывать драйверы и подключаться к оборудованию напрямую, допустим, по Ethernet. А разворачивание BD на сервере позволило не только перенести все данные со всех приборов в электронный формат, но и обеспечить их удобную доступность за любой период. Чем это вылилось с точки зрения пользователя? Для пользователя это обернулось в первую очередь визуальной составляющей и началось с гибкости и концепции дашборда. Тут как всегда важен контекст. Специфика работы сотрудников заключается в том, что есть оборудование закрепленное за конкретным департаментом и в первых версиях мы формировали дашборды с оборудованием согласно системам бухгалтерского учета. Ну, то есть есть сотрудник, он находится в таком-то департаменте, за департаментом закреплено такое оборудование. И мы так это и отображали. Но оказалось, что это нецелесообразно, потому что отделы, во-первых, частенько перемещают оборудование между собой и сотрудников вполне может интересовать оборудование, закрепленное не только за его департаментом, и ранее каждое такое перемещение требовало опять-таки ресурсов разработчика. Сейчас же пользователь свободен сам создавать и настраивать себе любые дашборды, независимо от принадлежности, и эти визуальные плашки отрисовываются в режиме реального времени, их можно перетаскивать, работать с плавающими окнами и прочие прелести полноценной веб-разработки. Конкретно на этом скрине предоставлены в основном холодильники и морозильные камеры, но если мы говорим про весы и прочее, то там, разумеется, визуальные плашки немножко отличаются, потому что, разумеется, они передают немножко другое набор значений. Но вернемся к конструкции Big Data. Как я говорил ранее, у нас накопилось огромное количество единиц оборудования, которое постоянно шлет данные, и которое надо писать в базы и быстро выдавать пользователям. С точки зрения внутренней составляющей, именно программистской, это вылилось в впечатляющие работы по агрегации данных и линерализации, и решение вопросов, как корректно отображать параметры работы оборудования, за малые интервалы времени, ну, вроде там, 5 минут-минуты, и также, в том числе, и за большие интервалы времени, вроде месяца, года и так далее. И так, чтобы это не превращалось в единую штриховую линию. Ну, тут понятно даже с базовой точки зрения, что если у нас есть какой-то красивый график за сутки, если мы его ужмем в рамках отображения за год, он, скорее всего, превратится просто в штриховую линию. Поэтому здесь коллегами была просвещена, произведена огромная работа по агрегации с целью того, чтобы корректно отображать, в том числе и на таких графиках, отрисовки точек минимума, максимума и усреднения. Для пользователя же это, по сути дела, снова вылилось красивым графиком, который можно запросить за любой интервал времени, скролить, зумировать, и по курсору в склывающем окне понять, какое значение параметра было выставлено в конкретный момент времени, и какие были выставлены уставки. Данные, разумеется, мы храним бессрочно, и они бы копируются на уровне инфраструктуры. Также, ввиду того, что, повторюсь, мы перешли на микросервусную архитектуру и работу на ГОС, АПИ и прочее, у нас добавились интеграции с системами бухгалтерского учета, и помимо административной информации, вроде производителя, материально ответственного и прочего, есть информация, которая работает напрямую на нас. Допустим, по классу оборудования, там вот внизу скрина он отрисован, что это холодильник, шейкер-инкубатор, плашметр и прочее, мы четко понимаем, как работать с данным оборудованием, и что именно отобразить с визуальной точки зрения для пользователя, и какой нам, как разработчикам, параметр ждать от этой установки в процессе передачи ее данных. Также у нас реализован привычный уже всем журнал событий, который позволяет последить, что происходило с оборудованием или с установкой за выбранный интервал времени. Но его особенность заключается в том, что мы дополнили его возможности ввода комментариев, которые неудаляемы, и как возникла эта необходимость и для чего. Тут снова важен контекст. Для нас, как для фактов, важно иметь очень мощную доказательную базу того, что на каждом этапе жизненного цикла продукта все с его хранением, производством было в пределах норм качества. И бывает, что в процессе датчик вышел из строя, или что-то еще пошло не по плану. И механизм комментариев позволяет позже описать, что именно произошло и повлияло ли это на процесс. Ну, элементарно, что датчик был выключен, мы там проверяли логером, и все хорошо. Либо же действительно отклонение и расследование, вот ссылочка на такой-то документ. В продолжении темы контроля, все нововведения, о которых я рассказывал, они нас привели в целом к отказу от введения бумажных журналов, которые ранее коллеги заполняли вручную, и прикладывали к отчетам, и расписывались в еще одном журнале, что они все просмотрели, не было отклонений и так далее. Теперь, благодаря Big Data и интернету вещей, мы можем все это вести в электронном виде, не отнимая у сотрудников их бесценное профессиональное время. Отчетов, на самом деле, у нас очень много типов. Тут я предоставил самые основные, и первым на слайде представлен тот, с которым мы начинали. Это статистика по работе оборудования, как часто его берут в работу, сколько времени она находится в сервисе, или в ожидании сервиса. Это был первый раз, когда данные начали не просто собираться, а именно работать на компанию. Конкретно в этом примере оборудование неплохо загружено, если не считать сервиса, но на первых этапах после запуска нашей системы было выявлено огромное количество оборудования, которое загружено не полностью, и на основе этих данных наш более высокий менеджмент ввел коррективы в бизнес-процессы, что позволило дозагрузить оборудование и сэкономить, соответственно, деньги компании на покупки нового, которое, как казалось, в принципе, не очень-то и нужно. Второй отчет на этом слайде – это отчет по процессу. Помните, я на предыдущем слайде говорил, что нам нужно доказывать, что на всех этапах все было хорошо? Вот это как раз один из таких отчетов, показывающий, с какими образцами мы работали и какие результаты получили. Еще у нас есть отчеты по параметрам оборудования, растворах и прочее, но это уже не так важно. Важно, что мы освободили время сотрудников и отказались от бумаги в пользу электронного документа оборота. Далее я предлагаю перейти к чуть более интересной теме, которая сейчас тоже популярна среди IT. Что можно сказать из интересного? В первую очередь из предиктивной аналитики. У нас есть хроматографы, в которых используют дорогостоящие веб-лампы, и ранее их замена производилась просто по сроку указанной документации, ну, каждые 5000 или 8000 часов, ну, в зависимости от лампы. Поставили лампу, и через 208 дней сервис инженер просто идет и все подряд меняют, независимо от того, реально она проработала 208 дней или только пару дней. Сейчас у нас есть возможность, собрав известные значения на работах, тут по графику, я думаю, вы видите, по зеленым точкам, что оборудование в силу своей специфики придачи данных, оно не постоянно шлет данные, а просто один раз вышло на связь, такой, я проработал столько. И вот мы собираем вот эти вот точечки, и на основе этого строим вот такую линеризованную характеристику, и понимаем, а когда же фактически нам нужно заменить лампу. Это опять-таки экономит деньги компании, потому что теперь замену мы ведем по фактическому времени выработки ламп, и можем гарантирует, что замена производится при полной выработке ресурса, и мы не списываем лампы с еще работающим ресурсом. Ну и также, тоже важный момент, мы не перерасходуем ресурс, потому что если лампа будет работать чуть дольше, она, конечно, все так же будет светить, но вопрос ее эффективности не очень. Рад, что мы перешли к более нетрадиционным концепциям. Следующее, что у нас есть, это голосовое управление. Я очень много говорил про оптимизацию производства, но хочется оптимизации еще работы самих сотрудников. В качестве упрощения их работы мы предложили голосового ассистента, тут опять-таки важный контекст. Казанскому, зачем голосовое управление, когда ранее я говорил про удобный веб-интерфейс, который можно запустить на любом планшете, тут снова особенности. Сотрудники в чистых помещениях работают в полном костюме, маске, перчатках, им надо калибровать датчики, на что нужны обе руки, потому что нужно погружать датчики в буфер, работать с ними и так далее. Это в бытовой жизни неудобно, когда заняты обе руки и что-то еще нажимать в планшете, а в перчатках, маске и в полном костюме это превращается совсем в кошмар. Ответом стало, естественно, голосовое управление. Его очарование заключается в том, что модель распознавания голоса и команд у нас реализована не в облаке, а на нашем локальном сервере, то есть локальной сети, и, соответственно, все проблемы, связанные с инфраструктурой, отсутствием интернета и тем, что это вообще где-то, бог знает где происходит, то есть в раппице скрываем вообще вопрос информационной безопасности, мы обрабатываем тем, что реализуем это сами на своем уровне. И, соответственно, проблема с интернетом и инфраструктурой нам больше никак не мешает влетению процесса. Следующий этап, тоже достаточно интересный, это цифровые двойники датчиков. Для повышения точности показаний на процессе у нас используется две пары датчиков по HDO, и в случае выхода из строя именно на процессе, заменить их мы не можем, потому что они запаяны в мешке герметично. И мы разработали модель датчика, которую мы можем воспользоваться при выходе из строя одного из датчика, и в дальнейшем мы рассчитываем заменить физические датчики на цифровые, при слове, что модель будет хорошо протестирована при разнообразных сценариях и введении процесса. То есть вот тут вы можете заметить, что графики живого, ДО и цифрового немножечко отличаются, но это как раз-таки тот процесс, где вообще все пошло не по плану, и все равно вот ML-ная модель, она хорошо себя показала. То есть все равно стабильность, она достаточно ощутименькая. Так, я, в принципе, более-менее укладываюсь во время. Один из слайдов, который бы я хотел подытожить, это какие у нас дальнейшие планы. Мы также планируем и дальше оптимизировать производство и бизнес-процессы. У нас есть наработки по адаптивным бидрегуляторам для повышения качества регулирования введения процесса на биореакторе, интеграция с Giro Insight для определения уже не административной информации о установке, а именно айтичной части, чтобы быстрее отрабатывать какие-то инциденты и проблемы с ней. Ну, еще также интеграция с системами учета, это SAP и BIMS. И также у нас есть несколько проектов по замене производителей, которые покинули российский рынок. Я надеюсь, что обо всем этом я расскажу вам в следующих конференциях. Пока у нас работы ведутся, мы уже вышли на этапы тестирования, и пока все это показывает себя очень хорошо. А пока я вас всех поблагодарю за внимание и с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Спасибо. Спасибо. Так, что у нас с вопросами? С вопросами у нас не густо. Так, вот. Бывает. Вот у нас пошли вопросы. Можно уточнить о цифровых датчиках? Вы подразумеваете полную замену физического датчика с цифровым предъявлением? В данном случае пока нет. То есть, смотрите, у нас сейчас все фармы столкнулись с тем, что часть именитых производителей покинула российский рынок, поэтому, конечно же, радужные планы у нас полностью перейти на цифровые датчики, но при условии того, что наши системы аналитики, построения ML-диаграммы хорошо работают, когда процесс более-менее стабилен. То есть, мы по другим косвенным признакам можем построить характеристику и, соответственно, с ней работать. Поэтому пока, да, это у нас используется исключительно на случай выхода датчика из строя, но если цифровые двойники будут хорошо показывать и на тех процессах, подчеркиваю, где все пошло вообще не по плану, все очень плохо и вообще на этом наша модель не обучалась, то тогда, да, мы будем еще отказываться и от аппарата. Но это будет чуть попозже, пока подчеркивает только резервная замена. Вот у нас Алексей Цветков очередной вопрос. Расскажите подробнее, как вы собираете данные для оборудования без штатной возможности сбора данных? Например, как регистрируется работа лампы в форматографе температуры холодильника? Давайте отвечу чуть более развернуто. Да, смотрите, у нас есть достаточно понятные действительно установки вроде, допустим, весов и PH-метров. Там по большому счету мы нашим устройством мониторинга прикидываемся принтером и просто стягиваем эти данные, преобразуем и по MPTT отправляем. В случае с холодильником в абсолютно больших случаях там тоже есть свои протоколы, которые мы парсим и, соответственно, тоже читаем данные. Но если вообще посмотреть ситуацию, как, наверное, вы в правительстве спрашиваете, когда нет вообще никаких разъемов для подключения какого-либо интерфейса, тогда чаще всего идем аппаратным путем. Допустим, у огромного количества холодильников и морозильников вообще нет никаких интерфейсов, но там есть технологические точки для ввода наших датчиков вроде PT100, обычно вводят в холодную и горячую точку. И, соответственно, опять-таки, мы их подключаем к нашему устройству мониторинга и через, опять-таки, МКТТ передаем данные. Так, что-то вы еще спрашивали, по-моему, про... Так, 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 так. А, лампы в хроматографе. Сейчас, извините, Владимир, секундочку буквально. Если мы говорим про лампы в хроматографе, то тут тоже все достаточно просто. Тут два варианта. Первый вариант – это когда хроматографы достаточно интеллектуальные и они хоть какие-то данные умеют передавать, и мы можем что-то из них цепануть. Так, менее приятная ситуация – это хроматографы, у которых, опять-таки, нет вообще никаких интерфейсов. Там мы берем неинвазивный датчик, который, по большому счету, нащелкивается на фазную жилу кабеля, уходящего кое-как лампе, и мы, по сути дела, по индукции понимаем, включилась лампа или нет, потому что мы мониторим вполне конкретную электрическую линию. И поэтому мы считаем время наработки. Вроде все варианты подключения рассказал. Спасибо. Так, у нас вопросы множатся, это хорошо. Андрей Ким задает вопрос. Дмитрий, здравствуйте. На чем вы делали дашборды? Там абсолютно… Ну, понятно, что весь фонд у нас реализован на JavaScript и на React в основном, и тут ребята реализовывали… Сейчас я подумаю… Ладно, хорошо, расскажу вообще весь цикл. Ввиду того, что у нас полностью микросервисная архитектура, сами классы оборудования, того, как мы с ними работаем, то есть структура ph-метров, структура весов и так далее, разумеется, у нас реализована на Go, то есть на бэкэндовой части. И единственным механизмом сообщения бэка фронту, помимо методов, мы еще передаем класс. И, соответственно, коллеги с JavaScript, ну, с фронта, извиняюсь, они берут вот эти данные по тому, как выглядит структура, как выглядит конкретно этот метод, и они с точки зрения JavaScript просто создают тоже на своей стороне элемент. мы не использовали какие-то стандартные методы, потому что, как оказалось, у пользователей вполне могут реализовать не просто там 3-4 холодильника, а целая производственная линия. И когда мы это реализовали на первых парах стандартными методами, ну, в интернете, разумеется, можно найти там библиотеки и стянуть их, выясняется, что когда, ну, это тоже важный момент, коллеги очень много работают на удаленке, и когда ты это все начинаешь делать на уровне именно JavaScript, и там все это высчитывается на уровне компа пользователя, это все очень долго и больно. Поэтому коллеги, фронт-разработчики, они все это реализовали самостоятельно с нуля, поэтому все это работает достаточно быстро, и перетаскивается тоже очень активно. А центральные данные, разумеется, берутся с бэком. Так, что такое ваше собственное мониторинге, можно об этом почитать, и какие каналы связи используют. Вот почитать я, честно говоря, не помню, по-моему, на статью на хапре мы так и не написали, поэтому навряд ли, но могу в двух словах рассказать. Какие каналы связи используете? Ну, опять-таки, тут, получается, у нас есть оборудование, неважно, холодильник, шейклинг, инкубатер, прошметер и прочее, оно подключается к нашему устройству мониторинга либо по RS-232, либо по RS-485, либо по еще какому-либо специфическому интерфейсу. Но тут мы уже чаще всего с этим не работаем и стараемся обойтись просто подключением каких-то датчиков, ну, вроде там давления, температуры и так далее. Далее, на уровне устройства мониторинга, потому что там арманская архитектура с микропроцессором, мы это все обрабатываем и по МКДТ передаем на брокер, а уже с брокера это все тянется в нашу базу данных со стороны бэкэнда. Что касается аппарата реализации, что такое ваше устройство мониторинга, по большому счету это такая коробочка с платой, на которую у нас модульным расширением докидывается, что именно мы будем собирать, то есть такая модульная архитектура. Ну и в случае с устройством мониторинга, которые могут что-то отображать постоянно в виде холодильников и морозильников, там еще есть дисплейчик на основе единка, чтобы когда питание отключилось, а оно у нас еще на батарейке висит какое-то время, мы, пользователи, могли видеть, что происходит, ну без каких-то логеров. А в случае же с теми устройствами вроде весов и пашметров, которые данные передают разово, ну ты поверил что-то, он передал, откалибрал, передал. Там дисплейчиков, разумеется, никакого нету, потому что там очень большой разовый набор данных, там просто очень компактненькие устройства, которые коннектятся опять-таки по РС либо по USB и дальше по МКДТ через Wi-Fi передают данные. Вроде все рассказал. Спасибо, спасибо. Так, ну пока у нас вопросов новых нету. А, Дмитрий, а вот расскажите немножко, вот все компании, когда внедряют те или иные информационные технологии, у них стоит выбор, делать синхаус или, так сказать, привлекать каких-то подрядчиков. Вот какой баланс вы нашли и, может быть, откомментируете, почему, так сказать, вот такой баланс сложился? На самом деле так сложилось во многом еще со стародавних времен. Я в компанию пришел в 2018 году и уже тогда так сложилось, что я тогда был еще рядовым разработчиком, как раз я с ПЛК начинал. И уже тогда, ну, мое непосредственное руководство, моего департамента, они начали предлагать очень интересные решения, потому что в тот момент именно в области фарма мы столкнулись с тем, что те решения, которые были в тот момент для компании экономически выгодны, они были очень плохо расширяемы. То есть я не говорю, что они были плохими как таковые, тут проблема заключалась в том, что у нас было у компании, как, точнее, у высшего менеджмента было очень много инициатив, очень много планов, и за каждое вот такое доброе расширение мы вынуждены были бы доплачивать. Поэтому в плане именно аппаратной части, то есть вот самих вот металлических установок, трубопроводов и так далее, мы однозначно обращались к подрядчикам, если я не ошибаюсь, это был Китай, потому что это было экономически выгоднее на момент как минимум 2018-2019 года. Вот, а что касается реализации ПО и автоматизации, мы это делали своими силами в целых целях того, чтобы всегда эти сотрудники были под рукой у нашего менеджмента и всегда можно было расширить и что-то дописать. Вот как раз-таки я вам рассказывал про движет рецептов, это первое, что мы делали самостоятельно, потому что количество экспериментов, которые проводили наши технологи, сотрудники лаборатории производства, было просто феерическим, и, разумеется, я вот старался на это наценивать внимание, каждый раз для этого дергать разработчика ПЛК-СКД, ну, просто нецелесообразно, поэтому мы переделывали архитектуру ПЛК-СКД, чтобы дать первым коллегам возможность экспериментировать самостоятельно, просто мы дали им инструмент, и дальше они могут творить все, что им кажется правильным. И вот сейчас, когда уже прошло, получается, после этого пять лет почти, сейчас в свете ряда событий российский рынок активно покидают очень многие компании, и в частности производитель там весоизмерительного оборудования и систем передачи данных именно из них, и меня очень радует, что тогда, видимо, менеджмент сделал правильную ставку на то, что надо делать это внутри себя, потому что за это время мы набрали компетенции, и сейчас вот те задачи, когда нужно делать какие-то аналоги, для нас, конечно, сложненькие, но не сказать, что вызывают феерические проблемы. Поэтому вот мы нашли такой баланс между тем, чтобы аппаратная реализация на стороне, а программная внутри нас. Спасибо. Спасибо. Вот Антон Сидоров спрашивает, а какой штат вашего департамента? Ну, если смотреть конкретно на IT-отделы в целом всей компании, то есть тут же не только мы, как представители автоматизации, там же еще коллеги, отвечающие за DevOps, за инфраструктуру и так далее, за инфобес, сейчас боюсь солгать, но, по-моему, вот весь, все IT-направление, это, по-моему, в районе 250 человек, если не ошибаюсь. Если брать конкретно нас, отвечающих за инженерную составляющую, то есть это пусконаладка микропроцессора и так далее, программную составляющую, то есть PLK, вот как раз-таки Go, JavaScript и SCADA-система, то у нас 53 человека. Спасибо. Вот, из которых прям разработчиков, по-моему, 20, если я правильно помню. Да. В продолжении вот этой темы, а скажите, вот откуда люди у вас в основном? То есть это все-таки IT-шники или, так сказать, есть какое-то количество людей с профильным образованием, которые понимают хорошо в психологических процессах, вот в этой части? Я очень радуюсь этому вопросу, спасибо. Да, у нас среди компаний ходит шутка, что программиста среди нас нету, потому что абсолютно большая часть из нас, мы выросли из инженерной среды. То есть у меня изначально образование осушное, и потом я пришел в программирование PLK, потом немножко на питон, и вот сейчас руководитель группы. Все остальные мои коллеги, у них тоже изначальное образование инженерное. То есть людей вот именно с профильным, таким красивым программистским образованием, изначально, которые прогали на питоне, горе, шава-скрипте, на самом деле, будем честны, мы у нас только вот молодые специалисты, которые после стажировки остались у нас на должности начинающих специалистов. А так, если мы костяк, из инженерного цикла вырос. Спасибо. А еще один вопрос. Вот у вас мощный отдел разработки, вы, так сказать, многие проблемы решили, решили, так сказать, эффективно, грамотно. Мы, проводя конференции в других отраслях, в частности в нефтехимии, в технологии, слышим от коллег то, что развив у себя какие-то информационные системы, продукты и, нарастив штат специалистов, возникает такой вопрос, а не стоит ли какие-то части из вот этих вот систем и продуктов предложить на сторону? А вот у вас таких мыслей не возникало? На самом деле возникали, ну, как минимум, на моем уровне, но чем это вылилось далее, я не знаю, потому что мы разместно это предлагали нашему директору департамента, он это предлагал уже советовать директоров, и судя по тому, что пока подвижек в этом направлении нету, видимо, сейчас переключились на какие-то другие задачи. Ну, то есть руководство считает, что лучше держать это эксклюзивное, конкурентное преимущество внутри компании, чем, так сказать, делиться этим делом с коллегами-конкурентами. Ну, на самом деле, точно ответить на этот вопрос я не могу. Тут, да, напрашивается первая идея, это, разумеется, это, конечно же, но частенько бывает еще и так, что просто, возможно, сейчас именно руководство не до этого, они заняты больше захватом новых рынков. Вполне возможно, что и так. Спасибо. Тут же, опять-таки, сделать это мы можем, конечно, но я прекрасно понимаю, что тут еще работа по маркетингу, по продвижению на рынок и так далее. То есть это же не просто вот сделать промышленно и вот начать продавать. То есть тут огромная работа именно по выходу на рынок, по конкуренции и так далее. Так, спасибо. И, наверное, поскольку у нас вопросы от аудитории иссякли, наверное, завершающий вопрос, а что вы ждете от ваших партнеров, контрагентов в части вот обеспечения, так сказать, работы ваших информационных систем? Каких продуктов, каких решений, так сказать, что бы вы хотели получить со стороны, со стороны каких-то, так сказать, производителей аппаратных средств или со стороны производителей программных или комплексных решений? Ох, знаете, сложный вопрос, потому что события развиваются сильно быстро и мир меняется слишком быстро. И еще бы, допустим, год назад, я бы, наверное, на ваш вопрос ответил, что хотелось бы больше вычислительных ресурсов, потому что, допустим, контроллер, на котором мы очень активно сидим, это Fastwell 723. У них очень хорошо с поддержкой, потому что это в пределах России, и всегда можно коллегам подсадовать очень сложные вопросы из серии, почему у вас ретейн-память работает именно так, а не как-нибудь по-другому. Это реально удобно, но хотелось бы, как всегда, побольше памяти, побольше тегов и так далее. Сейчас, ввиду того, что постоянно происходят какие-то новые новости, новые санкции, и сейчас данные коллеги тоже испытывают затруднения. Сейчас, наверное, хочется уже только какой-то простой и быстрой закупки китайской элементной базы, потому что мы уже потихонечку начинаем присматриваться в этом направлении. Как минимум, системы мониторинга мы уже... Подчеркиваю, не управление. Системы мониторинга точно уже будем, скорее всего, в ближайшем будущем разворачивать на уровне сервера, ну, что у нас уже сделано. И уже менее приоритет... А, да, кстати, боже мой, совсем забыл рассказать. Смотрите, у нас вот есть еще очень мощная система мониторинга, вроде воды подготовок, газа подготовок. Там есть контроллер стороннего производства, вроде Сименса, который этим управляет. И раньше мы для того, чтобы собрать их данные и предоставить в удобном виде пользователю, использовали шлюзовые полка. Сейчас мы их закупить не можем, а точнее те, которые можно закупить, они не покрывают полностью всех наших учительных потребностей. И что нам было проще сделать? Нам было проще написать драйвер и обработчик на уровне сервера, нашего именно на Go, опять-таки, и просто написать драйвер, и считывать все эти данные, и преобразовывать. Поэтому сейчас, наверное, хочется только с аппаратной точки зрения какой-то скорости поставок, и надеюсь, что все так же китайские комплектующие нам будут доступны. Потому что то, что мы потихонечку теряем производителей, пока, до тех пор, пока нам доступны китайские комплектующие, нам не сильно мешают. И вот лично меня беспокоят, только если начнутся проблемы с закупками китайских, там, микроконтроллеров, там, ШИМов, ЦАПов и так далее, вот тут уже будут сложности. Дмитрий, спасибо вам огромное за ваш подробный, откровенный рассказ, за ваши ответы на вопросы. И вас благодарю. Спасибо. Очень приятно. Мне сказали, что вы, наверное, не сможете в дискуссии к нашей... Я постараюсь. Приглашаю вас. Спасибо вам. Спасибо большое. Продолжаем нашу программу. Хочу предоставить слово нашему следующему докладчику Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления группы компании Farmimpex. Тема его выступления «Эффекты внедрения цифровых технологий на фармацевтическом предприятии». Эдуард, прошу. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно меня, прошу сказать. Да, слышно. Все хорошо. Замечательно. Владимир, чуть-чуть хотел бы вас сразу поправить. Компания Farmimpex, она так называет. Часто она называет. Farmimpex – это сеть «Опсеба». У нас компания, она такая более обширная. Это группа компаний, в которую входит как дистрибьюторский сегмент, так и производственный. И, собственно, с чего хочу начать, что некий дисклеймер хочу сказать, что у нас группа компаний активно развивается. У нас заключено два специнвесткомпания, мы активно занимаемся темой импортозамещения в России. И поэтому, может быть, на некоторые, ну, слишком, скажем так, откровенные вопросы по деятельности компании, я вынужден буду дать уклончивый ответ. Сразу прошу меня за это простить. Потому что есть определенные обязательства, как наши компании, так и перед партнерами относительно неразглашения. Тем не менее, у нас есть большой, хороший опыт работы, как на дистрибьюторском сегменте, так и на производственном. И им в обобщенном виде, как сейчас модно говорит, вот есть данные, есть большие данные, есть обезличенные личные данные, на основании которых можно делать выводы и закономерности. Вот на основании вот как раз больших обезличенных данных постараюсь крупными мазками дать некоторые моменты. Вот в продолжении предыдущего докладчика, Дмитрием мы несколько раз уже пересекались на конференциях, у него замечательный доклад, и он очень подробный и действительно интересный. Его можно слушать очень долго. Я же в своем докладе хочу немножко обобщить некоторые вещи, которые, ну, это с одной стороны, может быть, не так интересно, вот. С другой стороны, есть такое понимание, что за деревьями нужно видеть лес. Вот я, в первую очередь, про лес, вот, но обещаю, что как минимум два полезных момента в моем докладе будут, кроме того, что в целом буду рассказывать про то, как устроена, ну, деятельность на фармацевтическом предприятии. Доклад организуется эффекты от внедрения цифровых технологий на фармацевтическом предприятии, и будем отталкиваться от этого. Для чего мы вообще все это внедряем? Это хороший вопрос, который нужно задать в самом начале. Я лично противник подхода, когда технологии внедряются только ради технологий, когда цифровизация ради цифровизации. Я, как управленец больше, меньше, наверное, айтишник или цифровизатор, я смотрю на результат, и если, может быть, достигнут разными способами, в том числе без применения каких-то сверхновых цифровых технологий, то я буду рассматривать все инструменты. И, собственно, этот подход я и транслирую. Ну, давайте начнем листать слайды. Пора уже, наверное. От чего мы отталкиваемся? Что производство непосредственно в фармацевтической компании, оно, как правило, занимает не менее 25%, то есть четверть, от бюджета фармкомпаний. Не у всех фармкомпаний есть достаточно свободных средств на то, чтобы, с одной стороны, обеспечивать их как оборотные средства производства, а с другой стороны, заниматься еще инновационным развитием. А это очень важно сейчас. Сейчас в сервефармы на рынок выходят все более новые препараты. Мы видим это по зарубежным бюджетам, в первую очередь. И сейчас, когда поставлены задачи импортозамещения, мы должны эти технологии внедрять сюда. Но большая фарма требует больших денег. Инвестиции в неокр, инвестиции в развитие, инвестиции в продвижение препаратов. И поэтому, скажу банальную вещь, но информационные технологии мы внедряем именно для того, чтобы повысить количество средств в управлении, и это совпадает, собственно, с классической задачей коммерческого предприятия. Для чего работает коммерческое предприятие? Ради дохода. И если мы говорим про основные задачи фармпроизводителя, то, в первую очередь, конечно, повысить доходы. Повысить доходы, то есть входящий кашлоу, при этом снизить себестоимость. Вот информационные технологии позволяют и вторую часть этого уравнения тоже привести в соответствие, снижать себестоимость, которая связана с выполнением производственных операций, с закупочной деятельностью, с поддержанием общей деятельности предприятия, которую мы вырусируем чуть позже. Но при этом в фарме, как ни в какой другой отрасли, красной нитью и основным лейтмотивом идет обеспечение качества. Мы понимаем, что цена ошибки в фарме, она гораздо выше, чем цена ошибки во многих других отраслях. Здесь идет речь о здоровье человека и тоже о его жизни. Именно поэтому эта отрасль настолько зарегулирована, столько производится проверок, испытаний, столько нужно собрать документации, допусков, для того, чтобы мы могли быть уверены, что эта таблетка, которая вышла с нашего производства, тот шприц, та ампула, он действительно правильного качества, он надлежащий протестирован, и он поможет нашему пациенту. Ну, мы идем дальше. И если углубляться в IT, какая задача именно IT-шников, это сводится, как правило, к трем вещам. Это первое – оптимизировать производственные процессы. Это та автоматизация, которую мы применяем. Это различные системы SCADA. И я не буду углубляться, потому что предыдущий докладчик очень подробно сказал, как они этим занимаются. И с точки зрения общего подхода, оптимизировать производственный процесс позволяет экономить до 30% бюджет. Только за счет оптимизации. Я знаю такие случаи. И действительно цифры впечатляющие. Вторая задача – гармонизировать работу подразделений. Говоря о фарме, мы говорим о том, что, во-первых, есть структура предприятия стандартная, это отделы, это департаменты. Нужно обеспечить слаженную работу между ними. Плюс у нас есть удаленные производственные площадки, на которых нужно тоже обеспечить процесс производства, обеспечить процесс передачи информации, процесс валидации серии, обеспечения электронного досье и прочее, 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 что влияет как на себестоимость, так и на качество. Ну и третья задача – это экономить на механических операциях. Это вот как раз классическая задача цифровизации изначально, которая была поставлена, для того, чтобы максимально заменить менее производительный человеческий труд автоматическим, чтобы те операции, которые можно алгоритмизировать, перевести в электронный вид и освободить людей от вот этой механической работы, перекинуть их на задачи, которые более соответствуют человеческому интеллекту, человеческому взгляду на процесс производства. Это больше взгляд творческий, это взгляд направленный в будущее, а не на текущий процесс. Условно говоря, мы подходим так, что мы разбираем текущий процесс, алгоритмизируем его, автоматизируем, а выхлажденные человеческие ресурсы направляем на развитие. Идем дальше. К чему вот это все нарисовано на слайде, скажем так. Мы только что разговаривали про таблетки и ампулы, а здесь нарисован самолет. На самом деле это, сейчас поясню почему, это нам позволит понять две основные вещи, связанные именно с тем, как работать эти технологии на реальном производстве, на реальном предприятии. Связаны-то с двумя понятиями, они классически определенны, но тем не менее, часто мы их не различаем. Это верификация и валидация. Первое. Верификация. Это соответствие системы исходным требованиям разработчика. То есть составили техническое задание и сделали систему, которая соответствует этому техническому заданию. Как правило, приемка всех информационных систем производится как раз в форме верификации. То есть планировали сделать это, теперь внедрили, посмотрели это в соответствии с тому, что планировали, открыли пункты, устранили несоответствие, приняли. В то же время есть пользовательский опыт. И вот пользовательский опыт хорошо можно передать той историей, которая случилась вот с этим самым самолетом. А если быть точнее, это аэробус А310. Сейчас он успешно эксплуатируется на многих авиалиниях, но когда его только создавали, точнее, когда он проходил испытания, был такой интересный момент. Все мы знаем, что когда самолет садится, то пилот включает режим торможения, то есть закрылки на открытии, переводки в положение закрыто, и это позволяет приземлившемуся самолету быстро снизить скорость и уже остановиться, ну и переступить к выставке пассажиров. Вот в этом аэробусе была автоматизированная система, которую как раз проверяли, которая автоматически переводила за закрылки в режим торможения при посадке. Но для системы нужен какой-то триггер. И в данном случае триггером было выбрано изменение давления в шинах. Логика была такая, что самолет садится, шины касаются земли, он начинает давить на землю, и давление меняется. Но к этому пришли не сразу. Сначала в качестве триггера попробовали применить момент начала вращения колеса. То есть логика была другая. Самолет садится, шасси начинают вращаться, и вот это запускает закрылки в закрытое положение. Так вот, при испытаниях в аэропорту Варшавы самолет сел, не остановился и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Почему? Потому что взлетно-посадочная полоса была мокрая, и шасси не начало вращаться сразу. Система не перевела закрылки в положение закрытое, соответственно, случилась аварийная ситуация. Что случилось с точки зрения вот как раз наших двух понятий, верификации и валидации? Система сработала правильно с точки зрения верификации. Что требовалось в техническом задании, то и случилось. Но с точки зрения пользовательского опыта, валидация была провалена полностью, потому что нам нужен был самолет, остановившийся на взлетно-посадочной полосе, а не за ее пределами. Соответственно, дальше как раз перевели другой триггер, то есть уже когда касается, давление в шинах меняется, все стало работать хорошо. Вот это пример нам показывает, что часто можно, возвращаясь к нашим таблеткам и к нашим ампулам, можно сделать систему айтишную очень правильную, очень хорошей с точки зрения технического задания. Но с точки зрения пользовательского опыта она не будет той, которая нужна людям. Именно поэтому любой айтишный проект надо рассматривать не как таковой айтипроект, а полноценный проект, бизнес-составляющий с пользовательским опытом, но в тот, в котором включена айти составляющая. Это вот первая полезная вещь, которую я обещал, которую стоит всегда учитывать. Она, скажем так, распространяется общим правилом на все, что происходит. А в частности, что может происходить, в том числе автоматизироваться на фармацевтическом предприятии. Ну, во-первых, это ERP, система управления предприятием. она охватывает, как правило, все бизнес-процессы, старается соединить их в одну целостную систему и обеспечивает прозрачное производство, управление качеством продукции, контроль себестоимости, работу с площадками удаленными, которые производственные, которые нужны для масштабирования деятельности, контроль склада, отчетность, которую подает бухгалтерия, ну и консолидация той деятельности подразделений, которая нужна как в плане производственной отчетности, так в плане финансовой отчетности для бухгалтерии. Система у нас очень успешно внедряется на производство, в первую очередь те, которые, скажем так, универсальны для разных видов деятельности. Допустим, управление договорами, оно, ну, скажем так, характерно для любого предприятия, что фарма, что телекоммуникации, машиностроение, везде нужно управлять договорами, проводить квалификацию поставщиков, разрабатывать шаблоны договоров, ввести электронный архив, обеспечивать процедуры согласования документов, электронные подписи, контроль версии документов. Это вы все знаете, я не буду на этом заострять внимание. Кроме того, закупочные процедуры, различные закупочные позиции, отчеты о потребности, формирование заявок, соблюдение внутренних регламентов, то есть, каких-то положений о закупке, проведении конкурсных процедур и прочее. Ну и далее, после заключения этих договоров, взаимодействие текущей контрагенты, юридически значимый электронный документооборот, управление корреспондицией, рассмотрение документов, подготовка к проверкам, как финансово-налоговое, так и, допустим, проверка розыгранодзора, которые проводятся на фармацевтическом производстве и которые имеют, ну, для нас первостепенное значение с точки зрения качества. И я бы назвал золотым стандартом, к которому стремятся и с каждым годом все ближе приближаются компании, это формирование целостной фармацевтической системы качества. Она включает много аспектов, уже таких специализированных для фарма. Это электронное досье на серию, это документы и записи системы качества необходимые, обучение, аудиты, изменения, контроль отклонений, разработка корректирующих мероприятий в ответ на выявленные отклонения, управление лабораторным комплексом. И золотым стандартом здесь является формирование электронного досье на каждую серию препаратов. В настоящий момент немногие на самом деле могут похвастаться тем, что они полностью формируют электронное досье на все серии препаратов. Но этот стандарт, которому нужно стремиться, который как раз соответствует как стандартам фармы, строгим и тем, которые мы должны выполнять, и стандартам IT, с точки зрения прозрачности, прослеживаемости и других аспектов деятельности фармацевтической компании. Но есть еще и такие моменты, которые не очевидны. Это второй полезный момент, обещанный мной вначале. Как правило, мы занимаемся техникой, мы, как правило, занимаемся процессами, мы, как правило, занимаемся IT-системой. Но при этом, когда мы смотрим на это все с точки зрения руководителя, мы сталкиваемся еще с такими эффектами, которые проявляются именно в коллективе, которые проявляются именно с точки зрения работы людей, а не работы систем. И это зачастую имеет решающее влияние на то, что мы в конечном счете получим. Здесь на слайде перечислено несколько эффектов. Про каждое скажу два слова. Про два из них скажу подробно. Что происходит при внедрении IT-систем? Как только появляется какая-то автоматизация, человеческий мозг, особенно мозг тех людей, которые были ответственны за то действие, которое автоматизировано, начинает, ну, как бы, автоматически воспринимать это. Но это все закрыто, значит, оно автоматически включается и выключается, значит, этому можно уделять меньше внимания. Приведу личный пример. У меня дома живет черепашка. в террариуме у нее лампа есть, которая ее обогревает и светит ультрафиолетовым светом. Ну, естественно, ее нужно кормить. Вот раньше у меня включение света было в ручном режиме. Сам включил, сам покормил. Потом я сделал систему такую умного дома и свет начал включаться автоматически. В 9 утра включается, в 9 вечера выключается. Знаете, что я заметил, какой был эффект? Я начал забывать ее кормить. Потому что раньше я понимал, что полностью от меня зависит, что будет в этом пространстве. Когда автомат взял на себя функцию включения света, как бы вот какая-то часть мозга успокоилась, сказала, ну, значит, там все в порядке. Это легко переносится на деятельность предприятия, когда бухгалтер думает, что у него баланс автоматически сводится, счета автоматически проводятся. Тем не менее, ошибки бывают, ситуации нештатные тоже бывают. И вот это вот уменьшение человеческого внимания может очень пагубно сказаться как на качестве, так и на вообще деятельности предприятия. Это вот с точки зрения исполнителей. А с точки зрения руководителя есть другой эффект, снижение управленческих качеств. То же самое, только с другой стороны. То я был как исполнитель и думаю, что все делается за меня по щучьему велению. А здесь я как руководитель. Мне вменено в обязанности организовать вот этот процесс. Но я сделал какую-то автоматизацию, и я надеюсь на нее. А эта автоматизация может не сработать. А еще мы часто, допустим, управлять на предприятии системы электронного документа оборота. И донесение различных приказов, распоряжений руководства, оно превращается просто в клацание мышкой по строчкам в этой электронной системе. А тем не менее, каждый приказ, каждое распоряжение, оно имеет, как вот любой закон, есть дух закона и есть буква закона. Вот дух закона, он передается, как правило, только приличное общение. То есть, когда я сотрудника позвал и ему напрямую, глаза в глаза рассказал, а для чего это делается, а почему нужно делать так, так и так, а не так, как ты делал еще вчера. И если все скатилось до того, что я отправил сотруднику документ, он поставил галочку, типа его подписал, и дальше я знаю. Но если он не вспомнил, я вот его, ага, пойди сюда, я тебя накажу. Но я не донес до него смысл исполнения этого распоряжения. Я не, если касается документов и голосовательных сторон, я не донес до него смысл заключения этого договора, я не донес до него смысл производственной операции. Ну и сотрудник как бы меньше получил, но я как руководитель, я становлюсь менее способным, потому что я уже разучаюсь общаться с людьми и разучаюсь доносить понятно ту стратегию руководства, которая нужна. И люди на местах перестают понимать. Это второй эффект. Третий эффект, он такой, больше технически, конечно. Раньше внедрил, раньше устарело. Мы его очень хорошо испытали на внедрении системы маркировки. Вот когда только маркировка появилась, она же сначала в форме эксперимента была, и кто-то стал сразу участвовать в эксперименте. Мы к этому подходили осторожно, поэтому мы и в эксперименте участвовали, но мы смотрели на это с некой долей скептицизма и внедряли последовательно. А с маркировкой получилось так, что кто раньше всех ее внедрил, тем потом больше всего пришлось менять или как минимум перенастраивать оборудование. Потому что помните, все эти процессы связаны с длиной криптохвоста, с изменением требований, с бесконечными изменениями в бизнес-процессах и в альбомах этих бизнес-процессах. Ну и получается, те, кто пришли позже в этот процесс, они столкнулись уже с подрядчиками, которые уже навострились на их предшественников, они уже настроились на более совершенные IT-системы, и они меньше потеряли на этих всех экспериментах. Я не говорю, что надо идти как бы последним, но надо разумно относиться к тому, как мы внедряем новации. На самом деле, надо на них смотреть тоже с точки зрения целесообразности и избегать таким образом лишних расходов и лишних сил и нервов, по сути. Ну а теперь два момента, которые более подробны. Перераспределение власти. Интересный очень момент, он тонкий, я постараюсь в двух словах его донести. В чем он состоит? Что когда IT-шники начинают внедрять какую-то систему, автоматически так получается, ну с точки зрения вот именно организационного управления, что они оттягивают на себя больше внимания и таким образом ну как бы забирают больше власти. Ну они же пришли делать разумное, доброе, вечное, значит, ну надо этому подчиняться. И люди на местах начинают очень часто саботировать этот процесс. Ну потому что он вчера еще сидел спокойно, его никто не трогал, он уже привык. Пусть это там калькулятор, но зато он уже знает, как на него нажимать. А тут пришли какие-то сначала в Excel, а потом вообще даже горды какие-то, бизнес-аналитика. Зачем вы от меня хотите? А плюс на уровне предоставления власти, это вот знаете, некая вот власть компании, она вещь постоянная, она распределена как-то. Пришли внедренцы, они начали как бы вот так вот из кармана коллег воровать эту власть на себя, оттягивая внимание. И это вызывает естественное отторжение, как с точки зрения осторожного отношения к новому, так и с точки зрения того, что ну что это, я теперь уже в своем ведомстве и не управляю сильно. Чтобы это преодолеть, нужно очень правильно формировать команду и нужно, чтобы в команде были представлены как минимум три роли. Первая роль это фанат проекта, то есть тот, кто очень признан проекту, очень знает, что нужно внедрять, и который не позволит этот проект профанировать и свести на какие-то полумеры или пойти навстречу тем, кто ему противодействует. Если одного оставить фаната проекта, он поругается со всеми и проект не выживет. Поэтому нужен менеджер еще проекта, который будет со всеми договариваться, который будет председующим звеном, который соединит фаната и тех сомневающихся, которые есть. И вдвоем они тоже не выживают, потому что в какой-то момент встанет вопрос ребром и должен кто-то сверху поддерживать проект, это крестный отец такой фигуральный проект, который в любом случае скажет, так, ребят, делаем вот так, как те говорят. Если нужно, тукнет кулаком по столу, если нужно, применит именно власть и он должен этой властью изначально обладать. Вот я смотрю вопрос даже, что сам менеджер тоже должен быть фанатом, иначе шляпа. Я напрямую с этим утверждением не согласен, но я понимаю, какую мысль вы хотите донести. Конечно, менеджер должен быть вовлечен в проект, но он не должен быть так предан точности проекта, как фанат, потому что менеджер должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечить этот интерфейс между фанатом, который не позволит ни на шаг отойти от проекта, и теми людьми, которым проект вообще никуда не нужен. А тогда, конечно, он должен быть человеком, не чужой проект, это очевидно. Ну и на чем я хочу закончить, это эффект при внедрении этих технологий, которые называются проблемы нового уровня. Здесь я опираюсь на классическую цитату Эйнштейна насчет того, что невозможно решить проблему на том же уровне, в котором она возникла. нужно стать на уровень выше этой проблемы и решить ее. Собственно, внедряя цифровые технологии, мы так и поступаем, мы не можем решить какие-то вопросы на уровне просто механическом, поэтому мы создаем IT-систему, которая помогает нам решить этот вопрос. Ну давайте сделаем следующий шаг. В результате внедрения цифровых технологий мы переходим на этот уровень выше, и возникает проблема уже на этом уровне. с внедрением IT-технологий, взаимодействием между системой, взаимодействием между людьми и так далее, и так далее, и так далее. Кто внедрял, все знают, что вчера были проблемы вот такого уровня, а сегодня мы внедрили, у нас все классно, появилась проблема вот этого уровня. А соответственно, чтобы их решать, надо выйти еще на более высокий уровень, и на самом деле это процесс бесконечный, ну и это процесс того конструктивного развития, свойственного как отдельным предприятиям, отдельным людям, так и человечеству в целом. Ну и давайте развиваться в этом плане и продолжать решать проблемы, выходить на новые руры, решать новые проблемы. Спасибо за внимание, если есть еще вопросы, я готов не слушать. Эдуард, спасибо огромное. Мы почти все время исчерпали в том числе то, которое было отведено на вопросы, поэтому я вас приглашаю принять участие в дискуссии после окончания основных докладов. Я думаю, коллеги сформулируют дополнительные вопросы какие-то, и у вас будет возможность на них ответить. Договорились, договорились, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо. Я передаю слово нашему следующему докладчику. Хочу вам представить Дмитрия Гуреева. Дмитрий, наверное, у него должность такая, как сказать, сложная для понимания некоторым, так сказать, отвлеченным людям, но, как я понимаю, вы руководитель цифровой трансформации и одновременно CIO компании BioVitro. И тема актуальная, тема востребованная, это генеративный искусственный интеллект и его использование в бизнес-практике. Пожалуйста, Дмитрий, вам слово. Дмитрий, не слышно? Меня слышно? Я слышно вас, Дмитрий, пожалуйста. Отлично, супер. Я хотел бы сказать спасибо Эдуарду, потому что последний слайд о том, что внедрение новых цифровых инструментов делает нашу жизнь ну, наверное, несколько проще, но делает сложней, но одновременно позволяет нам решать гораздо более сложные задачи. Это, кстати, касается в том числе использования достаточно новых инструментов, о которых мы поговорим. и я постараюсь построить свой рассказ немножечко такой базы методологии и тех практических примеров, которые вышли из этой методологии использования искусственного интеллекта прямо в практике. Немножко о себе. Я имею два образования. Одно образование техническое, это прикладная математика программист, второе мое образование гуманитарное, это менеджмент, MBA и достаточно много общаюсь в среде такого среднего бизнеса и крупного бизнеса в рамках Сколкового. Последние несколько лет, наверное, года три или четыре активно занимаюсь как раз вопросами цифровизациями, хотя с прицелом больше на средней компании, чем на крупной. 18 лет я одновременно работаю в лабораторной медицине. Для меня рынок медицины, медицинских изделий, он такой родной и в этом, на этом рынке я прошел такой достаточно путь, наверное, длинный от сервисного инженера до генерального директора и соответственно вся моя практика, в том числе связанная с цифрой, она всегда опиралась на операционку. Вот прям такая жизнь операционка, производство, продажи, маркетинг и все-все-все. И начиная где-то с 2005 года все технологии, которые были доступны на тот момент, я старался использовать в практике и это помогало двигать мою карьеру. И вот на сегодняшний день эта технология, которая является одна из самых, на мой взгляд, интересных с точки зрения следующего шага развития компании, это искусственный интеллект. и особенно генеративный искусственный интеллект, который возник массово в ноябре прошлого года и всех на слуху одна из моделей, одна из инструментов это ChargerPT, хотя он не является единственным. И да, это можно использовать на практике и использовать в России в том числе. Но перед тем, как прийти к истории о том, что такое искусственный интеллект, генеративный, как это можно все использовать на практике, я хочу представить такой, вернуться к нашим бизнес-процессам и немножечко такой, упрощенный взгляд, хотя в рамках СМК очень любят рисовать бизнес-процессы, но в целом наш бизнес выглядит так, что у нас существует некий поток событий, процессов, и у нас существуют точки принятия решений. Не в этих точках принятия решений находятся люди, эксперты, за которым мы платим деньги за то, что они принимали решение. Повысить цены, не повысить цены, сколько закупить, идти к клиенту, не идти к клиенту, нанимать людей или увольнять людей. Это такое управленческие решения. Бывают решения на уровне секретаря, пришел запрос на электронную почту, нужно понять, кого переслать. В бухгалтерию, в логистику или в продажу. То есть мы фактически постоянно выстраиваем нашу деятельность на вот этих точках принятия решений. И чем более сложные решения, тем больше мы платим эксперту за его знание, за то, что он принимал эти решения. Безусловно, когда мы начинаем рассматривать такой процесс с этой точки зрения бизнес, то возникает такое желание «А давайте мы попробуем эти точки принятия решения заменить либо автоматизацией». То есть когда эти решения могут быть алгоритмически выстроены, если заказ больше миллиона, то делай такую-то скидку, если заказ меньше миллиона, то делай такую-то скидку. Или, например, так работают скоринговые системы, когда мы кредит запрашиваем, то у нас есть набор параметров, которые позволяют сформировать цифровой критерий надежности заемщика и определить, можно давать ему кредит или нет, то есть принять решение. Поэтому, когда мы говорим про цифровизацию, моя должность действительно на такая двойная, как сказал Владимир, это я IT-директор, то есть я отвечаю за все IT-процессы, начиная от инфраструктуры, кончая управление данными, так и CDTO, то есть директор по цифровой трансформации я являюсь инициатором различных цифровых изменений при компании для того, чтобы она была более эффективной и более конкретно способна. И, кстати, если говорить про полную расшифровку директора по цифровой трансформации, вот слово трансформация, наверное, последние года три, оно такое протерпело изменения от революционного давайте все поменяем до такого очень практического прагматичного, давайте посмотрим, как мы можем использовать данные для принятия решений, но, тем не менее, от этого меньше эффект не стал. Так вот, в какой-то модели, в какой-то момент вот этой цифровизации ты понимаешь, что часть решений можно приложить на искусственный интеллект, и это становится интересной задачей. И, наверное, до последнего, до января этого года основной точкой автоматизации, если это была не алгоритмическая автоматизация, это было использование частных моделей. Что такое частная модель? Вот, один из таких предменов. У нас, мы много работаем с 44-м ФЗ, у нас тендеры, и перед тем, как попасть в воронку оценки продажникам, нужно тендерному отделу принять решение такому сегменту, медицинскому сегменту относится тотальная докупка. Причем по нашей внутренней классификации, не по КПД, не по КТРУ, а вот именно по внутренней классификации. В принципе, раньше это была история где-то 1-3 секунды на один продукт, оценка, прям физический, человек посмотрел, нажимал кнопочку, выбирал, к какому сегменту относится. Потому что как он выберет, так и пойдет по цепочке принятия решений. То есть пойдет в один отдел на оценку или в другой отдел. То есть важный достаточно штат. Потом произошли законодательные изменения, которые начали требовать в государстве, в государстве требовать, чтобы в одном лоте было, не было разных мета-изделий, и начали появляться монотендеры. То есть количество тендеров начало расти прям, ну, если уж не экспоненциально, то линейно точно. То есть в 2-3 раза их стало намного больше. То есть раньше мы условно 100 тендеров в день в воронку из тысячи закладывали, а теперь мы закладываем 300 из 3 тысяч. И было решение попробовать автоматизировать этот процесс и принятие решения и соответственно выпускание по процессу дальше. А биологически это сделать было невозможно. То есть ты не можешь собрать такое большое количество ключевых слов, которые можно, конечно, но это такая, знаете, история тяжелая для оценки, и там есть очень много разных нюансов, а сегментов много. Поэтому когда у нас есть задача с нечеткой логикой, а именно, например, на основании названия предмета закупки, который может быть совершенно фантазийным заказчиком, или, например, мы занимаемся гистологическим парафином, некоторые заказчики отмечают его как нефтепродукт. И вот теперь, то есть по всем признакам формально машина читаем, это нефтепродукт как бензин, а на самом деле это гистологический парафин, который используется в онкодиагностике в том числе. И вот тебе нужно сделать так, чтобы система поняла, что все-таки это медицина, а не бензин, медицинский товар. Так вот, когда так и есть нечеткие алгоритмы, очень хорошо вступают в роль искусственный интеллект, частные модели, были собраны несколько сотен тысяч примеров, что из себя представляет каждый такой вариант, то есть у нас есть много разных примеров, одна, лезвие для микротомов, это такая-то сегмента, набор реагентов, питательная среда, это для микробиологии и так далее. И вот такими большими примерами мы обучили нейросинку, которая очень хорошо справлялась с тем, чтобы определять к какому продукту это относится. И дальше мы это встроили в бизнес-процесс и теперь это уже больше чем года полтора, если не ошибаюсь, у нас успешно это работает, это значительно повысило скорость, если раньше это было 1-3 секунды на принятие решения, но теперь это автоматически 24 на 7 и тратится 1 сотая секунды на принятие решения, то есть в 100 раз увеличилась производительность, ну и соответственно тендерные переключили, тендерные сотрудники переключились на чуть более сложные задачи по оценке. И это было достаточно интересно, так интерфейс выглядит нашей системы, но что здесь было очень важно в этом, это была частная модель, это то, чего было наверное в топе последние ну много лет, это прям очень хорошо, это быстро, просто и доступно, но если посмотреть на распределение времени этого проекта, то большую часть времени, ну это была локальная маленькая задача на самом деле, там если так добавить сюда сколько мы подготавливались к ней, сколько мы там заходили в рабочих группах, там будет неизмеримо много, то есть это не 16 часов, это будет там порядка 350 часов, человек в часов, которым потратили, чтобы просто зайти на этот проект. Но если мы такую административную часть, которая в принципе рутинизируется за счет процессов выбираем, то даже в чистом техническом время, чисто айтишное время, у нас там подготовка данных это 95% времени, а само обучение это 15 секунд. То есть когда мы заходим на такие истории, как частные модели, если особенно не очень большие, то это всегда вопросы подготовки первичных данных. И это безусловно, вот здесь Эдвард очень правильно сказал, это совершенно новые навыки. То есть когда ты приходишь к бизнес-юниту, к бизнесу и начинаешь с ним разговаривать на тему давайте мы там сделаем какую-нибудь частную модель, то сталкиваешься и не понимаешь, какой датасет, что это такое, зачем это надо, почему это нужно, что за фигня такая. Потому что мы не привыкли думать по своему образованию с точки зрения данных, как с ними можно работать, потому что данные это вообще предмет управления, объект управления сам по себе. Это все новые навыки. Вообще было много разных исследований, сколько занимает времени при внедрении любого искусственного интеллекта, сколько занимает времени подготовка первичных данных, это всегда 80-90%, 99% времени. И это всегда не техническая задача. и тут возникает такой вопрос, наверное, такой когнитивный, но у любого человека возникает. Но я же понимаю, вот я как эксперт, я же понимаю, что заливочная среда или какой-нибудь гистологический парафин это относится к гистологии. Я это понимаю, почему? Потому что у меня образование такое. Не то, чтобы меня взяли и учили на то, что это классифицируют, но просто я понимаю. И здесь возникла очень интересная история, что по своей природе мы, ну, как вообще искусственный интеллект был, как идея была попытка механизировать процессы, которые происходят в нашей голове еще в 60-х годах, сделать их механистичными. Но до недавнего времени вот эта вся механистичность была очень специализирована. И это было такой, знаете, когнитивный барьер. Потому что мы ожидали от искусственного интеллекта всегда историю, что он как интеллект себя ведет, как человек. А он делал себя очень так, как специализированный, в каком смысле очень умный робот. И вдруг у нас появляется, доходит до очень интересного совершенного уровня, так называемая такая общая модель. Общая модель, которая, в принципе, не то, чтобы настроена на какое-то конкретное решение задачи, а в целом может быть с разным уровнем качества решать общие задачи. частная модель раньше хорошо использовалась для перевода текста. С английского на... с любых языков на любой, даже между которыми не существует прямых словарей. Это специально сидели команды, которые тренировали. И поэтому Google Translate, Яндекс Переводчик, они все работают очень хорошо, когда, начиная с 2015-2016 года, когда они перешли из словарной модели, то есть, когда переводятся слова, на модели искусственного интеллекта, и это была специальная сеть. И вдруг себе представьте, появляется сеть, которая не была изначально затронирована на переводы текстов, у нее не было такой задачи частной, но при этом она очень хорошо начинает справляться с таким переводом. К тому же это ее проще что-то сделать. Так вот, это называется общая модель, у нее нет какого-то специфики, и одной из таких маркетинговых историй, которые прям классно взлетели, это чат-жапи-ти. Ну, можно сказать, чат-жапи-ти это не сколько модель, сколько маркетинговая аббревиатура. Она состоит из двух слов. Первое, это генеративный притрейн-трансформер, то есть, предобученный трансформер, это техническое название моделей, которые, ну, можно не запоминать, но это такой простой тип моделей, вот как математический подход. А чат, вот это ключевое слово, это режима, работа в режиме диалога. И фактически у них было две вещи, что они сделали. Они эту модель взяли, ну, довели до хорошего уровня и начали с ней, дали возможность с ним общаться в режиме диалога, как мы с вами общаемся. И когда, и чат-жапи-ти, фактически, это такая, доступ к модели, которая позволяет тебя что-то спросить человеческим языком, он тебе отвечает. Мне очень понравилось сравнение у Яндекса, когда они говорили, ну, представь себе, Т9, да, на телефоне, когда ты набираешь цифру, буковки, у тебя возникает какая-то, ну, он продугадывает слова. Вот представим себе, что Т9 прошел миллиарды лет эволюции и начал продугадывать не просто слова, но тебе и ответы. Ну, это если уж совсем примитивно говорить. Так вот, я спросил чат-жапи-ти, вот такой вопрос, какой из групп медицинских товаров относится гистологический парафин? Там, заливочная среда либо к парафинам, либо к формалинам и так далее. Ну, ответит Джейсу, он просто тип ответа, чтобы я мог это как-то технический представитель забрать. Он мне ответил группе гистологического парафина. То есть, у него существует некое априорное знание и понимание, что заливочная среда это история про гистологический парафин. Или такой пример, на котором потом я начал строить различные кейсы, о которых я сейчас еще начну рассказывать. Вот один из первых кейсов, которые, например, я сделал, это виртуальный помощник HR. Потому что, если ты говоришь, у тебя есть информация о компании, что там Женя отвечает за секретаря, Виктория отвечает за это, Илья отвечает за офисную технику. И если ты его начинаешь спрашивать, у меня сломался принтер, к кому обратиться, он ответит к Илье, потому что узнаешь, что принтер это офисная техника. И вот, например, мы сделали такой виртуальный помощник, который в Телеграме, куда мы скормили некоторые данные из кадровой службы, а то, кто занимается чем в бэк-офисе. И, соответственно, здесь такие вопросы давали. Где можно пообедать в офисе? Он мне отвечал, что в офисе есть секретариат, который отвечает за канцелярские принадлежности уборка питания и код. мы не программировали заранее, но система ChargePT по своей технологической платформе позволяла в регламенте кадровом, в штатном расписании, который мы скармливаем, найти ответ на этот вопрос. Он понимает, в чем вопрос, и он понимает, как на него найти. И поэтому система виртуальных ассистентов, которая может отвечать на базовые вопросы на основе регламентов, являлась очень интересной такой историей. Потом пошли дальше и сделали еще одного бота, который позволяет продавцам переводить их результаты встречи в структурный вид записывания в битриксе. То есть фактически мы поставили личного секретаря. И у секретаря было очень простое задание. У нас прямо так в консульстве программируется. Три секретаря, которые переводят умственные встречи в протокол, выделяя основные задачи и так далее. Вот здесь на экране прямо написан очень интересный пример, когда с левой стороны наговорили прям, встречались с Сергеем, говорили про лабораторию, про бюджет, ну и там много слов таких, разговорной речи. А в правой части это то, что ChargerPT перевел моменты, что нужно сделать, какие нужны задачи сделать, что обсудили и так далее. Особенно потрясающий эффект был, я его не могу по идее показать, но мне очень понравилось, просто здесь можно поверить. Была встреча по проблемам поставки товара с клиентом. Это был огромный текст со стороны продавца, три минуты сплошной мысли в разные, читать было невозможно, потому что это разговорная речь. И когда он перевел ChargerPT в протокол, получилось потрясающе. Основные моменты были выделены, это сказал то, это не сделал то, задачи такие и так далее. Это было потрясающе. Кстати, кому будет интересно, доступ к такому боту демонстрационному я могу дать. Прямо в Телеграме у меня для всех есть такая демка. Или, например, как можно использовать работу с текстом, это работа с информацией медицинского рынка. Это мой личный проект, там, Росметфайл. Здесь, например, когда тебе нужно получить ответ из большого количества информации, например, она должна быть очень четкая, она не должна быть... У таких историй есть такое понятие, как галлюцинирование. То есть, когда система начинает придумывать за тебя что-то, это такая галлюцинация, для того, чтобы в чувствительной информации, там, электронные досье или данные по рынку не галлюцинировали, происходит, например, такая история, как переводы запроса, который ты делаешь к BI-системе в запрос к актуальной базе данных, вот, например, сейчас на экране покажи мне топ-10 поставщиков продукции и так далее, которые продали в этом году больше, чем в прошлом году. Система это понимает и выдает тебе ответ в чистом виде, вот прям как виртуальный ассистент. На самом деле, примеров на самом деле очень много, это вопросы регламентов, это вопросы переводов, стилей, запросов, и вот как раз технологическая возможность, у меня нет сейчас задачи показать прям глубоко все эти модели, я просто привел пример, как это можно реализовать и как это уже реализовывать. безусловно, текстом генеративный искусственный интеллект не ограничивается, есть еще возможность преработать с картинками, я считаю, что маркетинговая служба практически на начальном уровне будет переформатирована, скажу так, потому что создание текстов, сценариев, маркетинговых материалов возможно переложить уже на генеративную историю, она работает потрясающе, причем я сейчас не затрагиваю такую область, как разработка, потому что есть много таких историй, как можно техническое задание перевести в конкретный код, и где-то это работает, где-то это не очень, это отдельная стезя, но я бы ее сейчас точно не касался, поэтому я касаюсь именно бизнес-части. Вот на экране, например, две картинки, Меджорный и Кандинский, Яндекс, хотя это старенькая версия уже, сейчас уже есть поновей, и там была написана команда следующая, пожалуйста, представь, представь биткоин, нарисованный с использованием стиля, СССР стиля, и посмотрите, какой, какой, какая детализация, да, вот с левой стороны, там и в окне кто-то есть, там, и знак биткоина, и грамота почетная с биткоином, то есть это очень такая детализированная картинка, прям реально детализированная, которую можно потом использовать в какой-то практике, но даже и картинка меня не ограничивается, вот если кому будет интересно, можете посмотреть этот ролик, потом, он двухминутный, он был полностью сделан с помощью искусственного интеллекта, это промо-ролик моего проекта, но тут в чем основная, в чем основной посыл, мне нужно было сделать, демонстрацию возможностей как раз анализики медицинского рынка, но у меня болело горло, я не мог записать видео, ну, это было, а у меня был отпуск, и до отпуска оставалось там до конца там три дня, мне нужно было это сделать, и что, и как выйти от этой ситуации, оказалось все очень интересно, я с помощью чат-жапетти написал сценарий текста, с помощью генеративного модели, которая формирует видео с актерами, я создал видеоролик, я его отправил моим знакомым, они мне сказали обратную связь, здесь поправь, здесь добавь, я это сделал, и у меня получилось буквально за полтора дня, ну, там, за два дня, три полноценных итерации от идеи до видеоролика с обратной связью, и в конечном итоге получилось то, что вы сможете увидеть, так вот, идея как раз в том, что вы можете очень сильно ускорить процессы творчества и маркетинга, прям, не знаю, экспоненциально кратко, особенно MVP, с помощью генеративного и он срезает огромное количество углов, которые, и барьеров, которые были раньше, то есть нужно там сценарии писать, актеров нанимать, можно сделать намного быстрее. Вопросы и ответы как раз время, и вот я вижу, группе вопросов. Но нужно... У нас есть Владимир Вадиме, да? Да, пожалуйста. Сам скажу, я сейчас прям очень по верхам рассказал, я просто обозначил, что моя цель была обозначить те вешки, те принципы работы, которые могут быть использованы. Там, в общем, большая глубина вниз идет. Вопрос такой, ну, нужно ему сначала писать встречу, или вы записываете встречу, и он аудиофайл вращает в минутки. Да, аудиофайл вращает в минутки, это да, это правда, то есть, ты можешь руками, конечно, написать, но можно аудиофайл. Но, вы знаете, это вот очень интересный эффект. Все почему-то, когда я показываю этот бот, все говорят, вау, круто, как он распознает речь. Но вообще, на самом деле, распознавание речи, это, ну, это простая модель, она доступна на Яндексе, Яндекс.Пичкит, это точно не вау-эффект. Ну, а то, что он перевел это в протокол, ну, как-то все равно, да, это интересно. Хотя, на самом деле, самый кайф, это как раз то, что он может устную речь перевести в протокол. То есть, как бы, тут нужно, вот это тоже, кстати, интересный эффект. Люди, не обладающие, чаще всего, бизнес, который не обладает достаточным кругозором по последнему технологии, обращают внимание не на то, что действительно технологически очень совершенно. И с этим придется как-то работать. Ну, либо просто не обращать внимания. Какими моделями, кроме ChargeGPT, вы используете? Вы имеете в виду генеративные искусства, генеративные модели, NLP-шные? Если вопрос, какие NLP-модели, GPT-модели NLP-я использую, я пытался использовать бесплатный Lama, он мне не понравился. Я попробовал гигачат от Сбера, пока он мне не понравился. Яндекс.ГПТ, жду ответа, чтобы мне дали демо-доступ. Ну, знаете, настолько сейчас стремительно развивается, то, что мой опыт апрельский, ну, найский даже, он уже не релевантен. я просто видел буквально неделю назад, выложили в доступ для коммерческого бесплатного использования модель, которая подходит под GPT-3.5. то есть есть GPT-3.5, это такой прям условный золотой стандарт, и к нему, я думаю, что Яндекс.ГПТ с их слов дойдет к весне следующего года. И когда это произойдет, то тогда большинство задач, которых сейчас я рассказывал, будут вполне возможно делать на наших отечественных моделях. есть еще GPT-4, он еще более прикольный, потому что он позволяет в качестве входа иметь не только текст, но еще и картинки, и там есть много интересных историй. Я вот тоже им пользовался, и мне нравится. Ну, и там есть еще вспомогательные технические модели. В каком инструменте аудиофайлы расшифровываются? Яндекс.Пичкит. Да, там можно грузить часовые. Куда можно загрузить часовые? Не помню, сколько там. Но два часа я точно загружал это совещание. Ну, там расшифровывали где-то минут 20, наверное. Нормально. Вот. Согласна, саморизовать. Очень полезно. Да, вы знаете, когда люди начинают этим пользоваться, они уже после этого не могут сами. Какая-то лень какая-то. Кстати, тоже Эдуард об этом говорил, что возникает некая такая лень. Ты можешь наговорить все, что угодно, а потом ЧАД-ЖПТ за тебя все это переведет. Я, кстати, должностные инструкции пишу для с помощью ЧАД-ГПТ. И ЧАД попросил обновить должностные инструкции для сотрудников АТИ-отдела. Я условно разговорил ЧАД-ЖПТ, теперь мне достаточно написать 2-3 предложения, чем занимает сотрудник, и я должен понимать как руководитель. А дальше он мне расписывает первый абзац, а писарист обязан, должен и так далее. Ну, потом было очень интересно, когда HR-директор сказала, ой, вот IT-служба какая молодец, какую они огромную работу провели по актуализации должностных инструкций. Ну, действительно, потому что там надо иметь огромную сичевость, чтобы написать с такой детализацией и с таким бюрократическим слогом. А это прям классно. Классно с этим справляется, поэтому там простор для фантазии огромный. Ну, где-то я уже сам начинаю лениться и какие-то вещи я с помощью ГПТ делаю. Ну, у нас вопросы, наверное, иссякли, а, Дмитрий, я вам хочу задать такой вопрос. Это, наверное, такая типовая ситуация, когда кто-то в компании на хорошем продвинутом уровне осваивает взаимодействие вот в частности с ЧАД-ГПТ, А каким образом вот вы считаете, можно расширить, так скажем, количество людей, которые эффективно будут в компании использовать это дело? То есть, это через обучение, через какие-то курсы или, так сказать, каждый должен пройти свой путь сам? Вы знаете, я думаю, на эту тему еще много. Мне кажется, люди начинают лениться еще больше, они становятся ленивыми. Поэтому, наверное, задача, чтобы внедрить, сделать так, чтобы они даже не знали, что они работают с ГПТ. Ну, например, технологическая IT-служба делает ворзовский документ на каком-нибудь хранилище и говорит HR-службе, вот все, что вы запишите в этот документ, просто ворзовский, но ворз за ним умеет же пользоваться, это будет являться базой знаний для виртуального вашего ассистента. И все. То есть, фактически, тут есть два пути. Есть, должна быть конготка людей, которые понимают технологию, безусловно. Есть, должна быть, небольшая людей, которые понимают принципы использования его с точки зрения бизнеса, вот то, что мы сейчас как раз, вот я рассказывал. А для среднего уровня, наверное, просто давать им инструменты, они должны будут знать, что это искусственный интеллект. Они просто будут знать, что это, вот они написали сюда, базу знаний, вот это появилось в зубботе. Как это произошло, магия. Вот, так. Дмитрий, спасибо. По времени мы исчерпали отведенное время на вопросы и ваши сообщения. но, я думаю, вопросов еще много и они, видимо, появятся у аудитории, поэтому я вас приглашаю принять участие после окончания доклада в дискуссии. Это будет у нас в 13.10. Спасибо огромное. Спасибо. Я хочу передать слово Юлии Нечаевой, директору отдела стратегических исследований ДСМ ГРУ. Ее доклад будет посвящен аптечному икому, трендам и возможностям. Юлия, прошу вас. Добрый день, коллеги, меня слышно? Все хорошо? Да, отлично вас слышно. Коллеги, очень интересно было слушать практические кейсы, которые компании внедряют по цифровизации, но, наверное, от практических кейсов давайте посмотрим, как эти результаты сказываются на рынке в целом. Наша компания ДСМ ГРУ занимается исследованием в фармацевтическом рынке, и поэтому вот одна из сфер цифровизации это проникновение ЕКОМа проникновения онлайн-торговли в том числе и в аптечный канал. Итак, начнем. Сейчас найду стрелочку, извините. Да, действительно, e-commerce в России уже довольно-таки давно существует, и в целом уже Россия входит в топ-10 стран по онлайн-торговле, при этом является одной из тех стран, которые показывают наибольшую динамику по темпам прироста в онлайн-продажах России. По итогам 2022 года прирост 38% в целом e-commerce вырос в прошлом году. И уже даже Wildberries, как одна из ведущих площадок, которая действует в России, вошла в топ-10 площадок в мире по marketplace. То есть на самом деле e-commerce у нас развивается семимильными шагами, и в целом мы видим, что действительно динамика как в заказах, как и в стоимостном выражении довольно-таки высокая, но действительно есть в последние годы небольшой тренд на снижение, но 38% это действительно очень большая сумма для роста онлайн-заказов онлайн-торговли. При этом есть ряд трендов, которые мы наблюдаем последние несколько лет и они свойственны как для сего e-com, так и для аптечного e-com, и один из них это снижение среднего чека. Действительно тренд начался уже с 2016 года, с 2017 года, когда мы начали наблюдать вначале постепенно, а потом более резкое снижение среднего чека по онлайн-бронированию, по онлайн-заказам, и в целом это происходит в том числе и за счет проникновения e-commerce в область повседневных покупок. При этом, конечно же, и в 2021-2022 году отмечается снижение доли премиальных товаров в структуре онлайн- и онлайн-торговли. Итак, на самом деле доля онлайна за исследуемый период заветно выросла, то есть до 15% в целом от всей розничной торговли и практически до 30% от непродовольственной розничной торговли, куда мы как раз относим и аптечный канал. Давайте дальше как раз остановлюсь более подробно на тенденциях именно аптечной розницы и именно проникновения e-com в аптеке. Вот если посмотреть на топ-100 интернет-магазинов, то уже категория здоровья занимает в общем объеме около 4% и одна из интернет-площадок аптека.ru входит уже в топ-20 интернет-магазинов на 11-е строчке. Поэтому сейчас мы также как и в целом в онлайн-торговле наблюдаем бурное развитие и аптечного e-com. Действительно основным драйвером роста e-com стала пандемия и разрешение онлайн-торговли безрецептурными лекарственными препаратами весной 2020 года. На самом деле аптечный e-com и до этого времени развивался. Существовали уже ряд площадок, которые предлагали потребителю онлайн-бронирование и действительно доля даже на тот период на начало 2020 года была данного канала уже довольно-таки существенно 4,5%. Сейчас конечно же за последние три года аптечный e-com заметно вырос практически в три раза около 12% по итогам 2022 составила доля в 2022 году. Что же происходит на рынке в целом? Понятно, что те пики, которые мы наблюдали на протяжении последних лет связанные в начале с пандемией, затем с началом СВО привели к неравномерному движению рынка в целом и соответственно мы видим, что в 2022 году рынок заметно рос, тогда как сейчас в 2023 году показывает отрицательную динамику. То есть за первое полугодие 2022 года рынок вырос плюс 27%, тогда как в 2023 году пока у нас динамика около минус 5%, то есть пока отрицательная. Но здесь опять же стоит отметить, что если в прошлом году мы от месяца к месяцу наблюдали снижение темпов прироста аптечного рынка, то в 2023 году наоборот от месяца к месяцу наблюдаем рост прироста по итогам каждого месяца. если взять например первый квартал, то это было около минус 10%, сейчас уже минус 5%. Таким образом рынок отыгрывает те позиции, которые потерял за счет пика марта 2022 года. Как раз на слайде показаны те основные факторы, которые влияют на рынок в 2023 году. И на самом деле все эти факторы связаны в большем мере с той динамикой, которую рынок показывал в прошлом году. Сейчас уже во втором квартале рынок выровнялся и в большем мере мы уже наблюдаем ту сезонность, к которой привыкли и которая не связана с какими-то внешними факторами, которые влияют точечно на тот или иной месяц. То есть в дальнейшем рынок у нас будет в большем мере уже конечно же определяться теми сезонными факторами, например, уровнем заболеваемости весной весной или осенью, которые как раз в обычные спокойные годы влияли на развитие рынка. Но конечно же влияние тех факторов, которые в целом влияют на аптечные рынки, они не могут сказываться и на развитии онлайн-канала, на развитии онлайн-продаж лекарственных препаратов и аптечных ассортиментов. И поэтому вот та низкая динамика, которую мы наблюдаем сейчас на рынке, отрицательная динамика, она конечно же в том числе и влияет на динамику онлайн-продаж. Пока по итогам первого полугодия у нас рынок именно онлайн-бронирования вырос всего лишь на 2%, то есть минус 5 весь рынок и плюс 2 онлайн-продажи. То есть в целом мы видим, что разрывы уже такого большого, как были в прошлые годы, не существует. То есть если мы возьмем 22-й год, то там онлайн-продажи выросли практически на 50%. То есть и рост и доли был заметно высокий, и соответственно продажи росли более высокими темпами. Но несмотря на это, доля у нас онлайн все равно потихонечку возрастает и сейчас уже по итогам первого полугодия 23-го года превысило 12%, 12,3% если быть более точно. Давайте разберемся вообще, что такое на текущий момент онлайн-продажи именно в аптечном сегменте. Действительно, как я уже сказала, весной 22-го года 20-го года была разрешена доставка безрецепторных лекарственных препаратов и, соответственно, остального аптечного ассортимента за исключение рецепторных препаратов. И, конечно же, вот это разрешение стало драйвером развития всевозможных площадок, которые предлагают онлайн-бронирование и онлайн-доставку. Если до 20-го года это чаще всего все-таки были аптечные маркетплейсы, представленные и позволяющие нам онлайн-бронирование, то есть это аптека РУ, Здравсити, и аптека, то с этого периода у нас, конечно же, появились дополнительные и аптечные агрегаторы, такие как ЮТЕКО, 009, Мегааптека. Это и аптеки стали развивать собственные площадки аптечных сетей, и в том числе и такие известные маркетплейсы, традиционные маркетплейсы Яндекс, Озон, Вайлдерс стали тоже выходить на наш аптечный рынок. И мы видим, что доля аптечных, традиционных, традиционных аптечных маркетплейсов, она со 100% сократилась до 66%. При этом мы видим, что аптеки используют любую возможность, чтобы участвовать в этом процессе. Вот посмотрите, как бы на слайде привела самые популярные сервисы онлайн-бронирования лекарственных препаратов, и мы видим, что если мы в целом сложим вот все аптеки, которые подключены к тем или иным сервисам, то мы получим около 150 тысяч точек, как будто бы действуют на территории России. Но на самом деле это не так. В России работает около 72 тысяч точек, и мы видим, что аптеки подключаются ко всем известным сервисам, и сами еще и предлагают услугу онлайн-бронирования. То есть аптека может быть сразу в нескольких сервисах и маркетплейсе, и в сервисе в агрегаторе участвовать. Соответственно, это позволяет аптеке в том числе и получить дополнительный трафик людей, дополнительный трафик потребителя в аптеку. Мы видим, что в последние годы как раз заметно выросла доля собственных площадок аптечных сетей за год с 24 до 26 практически до 27 процентов и растут доля агрегаторов с 5 процентов практически до 8 процентов. То есть люди используют, как я уже сказала, всевозможные площадки для того, чтобы найти ту или иную позицию, которая им необходима. И все это происходит, конечно, за счет аптечных маркетплейсов, традиционных аптечных маркетплейсов. Именно поэтому, когда мы смотрим на приросты по традиционным аптечным маркетплейс, мы видим в том числе и отрицательные динамики, тогда как остальные игроки показывают положительную динамику и наращивают свое присутствие на рынке как в обороте, так и по количеству точек, которые подключаются к тому или иному сервису. При этом отметим, что, конечно же, все инновации, в том числе и, наверное, онлайн-бронирование лекарственных препаратов начинается с Москвы и уже в Москве последние два года мы не видим заметного роста рынка, то есть онлайн-бронирование вышло на плату где-то около 20% и не растет. Основной прирост все-таки осуществляется сейчас при распространении онлайн-бронирования и при большем использовании этого сервиса в регионах, то есть здесь мы видим планомерное увеличение доли. Так, на начало 22-го года доля во всех регионах без учета Москвы была около 7%, а сейчас уже превышает показатель 10%. Конечно, есть регионы, которые уже достигли доли в 20%, например, Приморский край, где начинался сервис именно онлайн-бронирования и онлайн-доставки компаний монастырев, и здесь уже действительно доля довольно-таки высокая. Санкт-Петербург также, как вторая столица, тоже уже с высокой долей, но остальные регионы пока имеют более низкую долю онлайна в аптечных продажах и, соответственно, за счет именно этих регионов мы будем наблюдать дальнейший рост сегмента онлайн-торговли в аптеках. Отметим, что в онлайн-торговле именно аптечном ассортименте участвуют не только лекарственные препараты, хотя их доля тоже значительная около 11% сейчас и действительно растет, но, конечно же, потребитель привыкает искать и заказывать и другой аптечный ассортимент через онлайн-канал и на самом деле делает это даже чаще, чем заказывает лекарственные препараты. На первых строчках у нас биологически активные добавки с долей 23%, а на втором месте селективная косметика, дорогостоящая косметика, доля которой 22%. Заметим, что для некоторых группа аптечного ассортимента онлайн является драйвером не только развития онлайн-продажи, но и в целом всего сегмента, а для некоторых наоборот является сдерживающим фактором. Например, биологически активные добавки у нас в последний год заметно растут. Это, конечно же, тренд и в целом на всем рынке, да, и как в оффлайне, так и в онлайне биологически активные добавки растут, но при этом мы отмечаем, что потребитель, переходя в онлайн, не уходит из аптечного канала, не предпочитает какие-то другие способы покупки биологически активных добавок, хотя, конечно же, есть разрешение продажи как в магазинах в АДах, так и в целом на онлайн-площадках, не имеющие аптечные лицензии. Но вот потребитель в данном случае с биологическими активными добавками не переходит другие каналы. А вот, например, селективная косметика в последние годы имеет отрицательную динамику и как раз и в целом косметика, да, как раз вот косметика изначально, например, потребитель покупал какие-то привычные марки в аптеке, но с уходом в онлайн, с поиском тех или иных товаров в онлайне, он видит более широкую линейку, более широкое представление, ассортиментный ряд в целом, например, на Вайлдверсе, Озоне, и мы видим, что за счет этого потребитель переключается все-таки на другие товары и уходит из аптечных брендов, которые представлены, в том числе и в аптеках. Итак, что же чаще всего покупают, чаще всего приобретают у нас потребители в онлайне? Чаще всего это все-таки оригинальные препараты, выше их доли, чем в оффлайне, чаще всего это импортные препараты, их доля намного выше, чем в оффлайне, и, соответственно, если мы посмотрим на распределение ЖНОП, то здесь доля сохраняется как в оффлайне, так и в онлайне. Отдельно стоит остановиться на таком понятии, как рецептурные и безрецептурные препараты. Еще раз хочу заметить, что доставка именно доставка на дом у нас разрешена сейчас только без рецептурных препаратов. С 1 марта начались пилоты в трех регионах Москва, Московская область и Белгородская область по доставке рецептурных препаратов. То есть вот уже практически 5 месяцев у нас в этих трех регионах действует пилот по доставке рецептурных препаратов. Но на самом деле, если мы посмотрим, что заказывает потребитель в аптеке, то чаще это все-таки рецептурные препараты. Вот посмотрите, если в целом доля между рецептурными и безрецептурными препаратами поделена пополам на рынке в целом, то по признаку рецептурности в онлайне мы видим больше продажи все-таки рецептурных препаратов. Практически 65 процентов, то есть 2 трети рынка приходится на рецептурные препараты и только треть рынка около 35 процентов на безрецептурные препараты. С чем же это связано? В первую очередь, конечно же, с более высокой ценой рецептурных препаратов. если разница между теми препаратами, которые заказывают онлайн безрецептурными практически близка к безрецептурным препаратам в целом, то в RX препаратах практически в два раза разница. То есть в среднем среднезвешенная стоимость упаковки заказанных препаратов онлайн это 713 рублей, тогда как в целом на рынке RX препараты имеют вес 414 рублей. соответственно в том числе и особенность наверное применения тех или иных препаратов именно по классу рецептурности также влияет на эту структуру. Все-таки рецептурные это комплексные препараты выписываемые каким-то циклом и потребитель может всегда у него есть дополнительное время для покупки того или иного препарата для покупки комплекса целиком, тогда как безрецептурный препарат чаще всего нужен здесь и сейчас и в целом потребитель предпочитает быстро купить ту или иную позицию. И на самом деле потребители именно также и широкое представление аптек и те наверное факторы те характеристики которые в целом сейчас складываются для онлайн рынка для всего онлайн и коммерса наверное влияют также и на аптечные продажи вот посмотрите это в целом это не для аптечного рынка в целом распределение отправления по способу доставки и на самом деле лидирует у нас все-таки доставка до либо до пункта выдачи либо до используя собственные службы магазинов а вот использование логистических компаний и доставка до двери она с каждым годом снижается и в 2002 году заняла в целом по рынку всего лишь 3% то есть если даже в 20 ну понятно что в 20 году она использовалась чаще потому что была пандемия были ограничения в передвижении и это было и то на тот момент это была всего лишь доля 11% то сейчас доля доставки до двери составляет всего лишь 20 в 22 году всего лишь 3% поэтому наверное если мы говорим о результатах начавшегося пилота с марта месяца то пока его результаты не очень существенны вот за те 5 месяцев которые действует пилот всего лишь 22 аптеки присоединились к этому пилоту по доставке рецептурных лекарственных препаратов на дом и было осуществлено по данным Минздрава всего лишь 80 таких доставок то есть на самом деле пока ни потребитель наверное ни врачи сами не понимают зачем нужна доставка на дом рецептурных препаратов но при этом еще и инфраструктура до конца не создана под доставку рецептурных препаратов потому что в полной мере должен быть внедрен рецептурный электронный рецепт для осуществления доставки до двери именно рецептурных препаратов и вот эта цепочка которая должна в следующие три года быть отлажена наверное возможно еще и поменяет поменяет мировоззрение как у потребителя так и у врачей вообще о необходимости доставки рецептурных препаратов пока 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 мы видим что результаты эксперимента очень низкие и внедрение именно повсеместной доставки для в том числе и для аптечного рынка она не очень необходима если мы посмотрим в том числе и на характеристики да на драйверы роста онлайн покупок у потребителей то мы увидим что доставка на дом она не является драйвером роста все-таки самое главное для потребителей это найти позицию по более выгодной цене найти в целом онлайн в онлайне тот препарат который необходим и получить его в удобное время потому что опять же повторюсь у нас сейчас свыше 72 тысяч аптек и всегда потребитель может найти ту аптеку где он может забрать тот заказ который он сформировал ну и конечно же вот опять же доставка да будет ли она бесплатная у нас средняя стоимость упаковки по аптекам лекарственных препаратов 300 рублей и даже доставка например 50 рублей приведет к увеличению среднеизвешенной стоимости упаковки на 15% в целом потребитель не всегда готов к такому росту цен к такому увеличению стоимости его покупки и поэтому наверное все-таки возможность получения найти нужный препарат а все-таки интернет это бесконечная полка найти необходимый товар по более выгодной цене вот это будут драйверами развития рынка и продолжающего развития аптечного и кома в последующие годы как я уже сказала все-таки мы оптимистично смотрим на рынок оптимистично смотрим на динамику рынка и в целом погоду прогнозируем что рынок может вырасти до 6% а соответственно рост и кома будет чуть выше всегда как рост чем рост аптечного сегмента то есть где-то около 10-15% и в ближайшие годы доля в целом и кома может достичь 20% в целом по России на этом все коллеги с радостью отвечу на все ваши вопросы конечно загрузила вас цифрами до этого были практически кейсы здесь немножко результаты цифровые но надеюсь все-таки такая информация тоже необходима для принятия решений спасибо огромное Юля очень насыщенный доклад был я думаю мы коллегам разошлем и запись нашего мероприятия и на сайте выясним вместе с вашей презентацией я думаю коллегам много информации для осмысления и каких-то выводов в чате я пока вопросов не вижу давайте я вам такой цифровой вопрос задам когда товар активно начинает продаваться через интернет обычно возникает такая ценовая конкуренция и так сказать продавцы вынуждены бороться за потребителя именно ценой и возникает такой эффект когда небольшие производители не выдерживают этой ценовой конкуренции уходят с рынка значит в предельном случае может возникнуть вообще монополия на какой-то вид товара вот какие-то так скажем тенденции вы видите вот связанные именно с тем что возникает в икоме такая жесткая ценовая конкуренция между товарами смотрите все-таки аптечный рынок немножко наверное особняком в ценообразовании стоит у нас есть например позиции которые относятся к списку уже на УПД на которых цена в принципе регулируется и здесь особо невозможно какой-то там конкуренции соответственно рынок представлен большим количеством аптек и наверное у нас все-таки идет конкуренция не между производителями в данном случае а между аптеками потому что даже именно аптечные агрегаторы которые сейчас активно развиваются они как раз позволяют найти товар по более то есть назначение врача оно там либо идет по международному наименованию либо все-таки есть рекомендация купить ту или иную позицию тот или иной бренд и здесь конечно потребитель чаще всего не отходит от рекомендации врача и ему главное выбрать более выгодный по цене ту или иную позицию поэтому наверное для оптичного рынка вот в данном случае E-Com он не будет являться вот таким вот ну как бы скажем так сдерживающим фактором или даже фактором для ухода какого-то производителя с рынка спасибо а продолжение скажите а вот маркетинг как-то меняется с увеличением доли E-Com то есть обычная же ситуация по безрецептурным препаратам когда там провизор или фармацевт рекомендует ту или иной конкретный препарат да пусть и с рекомендованным врачом международным именованием да конечно конечно на самом деле за последние два года во многих компаниях появились отдельные менеджеры как раз по развитию онлайн маркетологи да по развитию онлайн канала по работе с онлайн каналами то есть это могут быть как традиционные маркетплейсы так и аптечный агрегатор с которыми работают компании здесь очень важно наверное ну как для всего и комы так и для аптечного рынка именно представление товара представление позиции в онлайне то есть правильная карточка правильная выдача при каком-то запросе ну и конечно же сейчас активно развиваются вот те как бы рекламные модули да которые выставляются в том числе и на онлайн площадках где это возможно юля спасибо огромное вам коллеги давайте наверное будем переходить к дискуссии юля я вас приглашаю остаться да я с вами давайте попросим коллег подключиться коллеги выходите в эфир отлично добрый день всех отлично слышно так сейчас мы заставочку коллеги уберите заставочку вот отлично чтобы мы покрупнее были так у нас присоединился к нам Алексей Ефиров из 36.6 Алексей добрый день добрый день я вам первым хочу предоставить слово собственно ну тема вам известная да как в вашей сети цифровые технологии влияют на ваш бизнес что хотите отметить из последних тенденций каких-то перспективных направлений ну наверное даже не знаю с чего начать попробую по порядку мы сейчас как аптечная сеть находимся в стадии ну цифровая трансформация наверное это очень громкое слово наверное речь идет про непрерывное улучшение всех ключевых процессов которых в компании происходит начиная от процессов планирования спроса где мы внедряем современную промышленную платформу с возможностями скажем так опираться уже не глядя в зеркало заднего вида на объем предыдущих продаж а на основе планирования спроса построения долгосрочных и краткосрочных прогнозов применения ML моделей сейчас у нас этот проект в активной фазе поэтому говорить о скажем так каких-то достигнутых цифрах наверное рано но мы считаем что это будет являться нашим конкурентным преимуществом также мы активно вкладываемся в процессы управления ассортиментом ценообразования отдельная большая тема то что мы уже наверное близки тоже к запуску нового кассового решения которое позволит не просто отпускать препараты с соблюдением всех законодательных норм но и в том числе помогать нашим фармацевтам удовлетворить наиболее полно потребности клиента порекомендовать ему дополнительные препараты дополнительно скажем так наверное сделать так чтобы клиент ушел от нас получив то что ему нужно удовлетворив свою потребность полностью и скажем так не забыв чего-то важного здесь я немножко сумбурно потому что буквально 5 минут назад переключился с другой встречи вот и здесь я хочу повторить мысль что в нашем своем деле в фармритейле нет какой-то одной серебряной пули которую внедришь и у тебя станет все совсем по-другому скорее всего ближе к той картинке что ритейл это про тысячу мелочей про тысячу улучшений которые каждый из которых дает доли процента но в совокупности это дает качественно другой результат для наших потребителей это вот ключевое что хотелось бы рассказать спасибо коллеги какие-то комментарии потому что Алексей сказал подход на ваш взгляд взвешенный правильный коллеги решите добавить согласен с Алексеем на сто процентов насчет тысячи мелочей и мне кажется Алексей еще и про то я в случае хочу подчеркнуть если правильно услышал другая сторона того что если мы опираемся исключительно одну какую-то систему одну разработку мы в определенной степени зависимы от нее и эта зависимость очень сильно может выстрелить в какой-то ситуации один из примеров как мы все хорошо сидели на иностранном программном обеспечении в один момент случилось так что где-то отключилось где-то перестало работать где-то закончилась поддержка и в этом плане когда мы на систему надеемся но скажем так небоготворимых непривожность мы ориентируемся все-таки на свои качества умения на персонал который мне кажется должен быть достаточно универсальным работать с разными системами и ну и мы на уровне руководства должны всегда иметь план Б то есть даже в абсолютно такой спокойной обстановке мы должны понимать что мы будем делать если вот эта система перестанет работать ну как аналогия в телекоммуникациях все мы достаточно хорошо знаем что хорошо бы кроме основной линии связи интернета телефон иметь иметь резервную вот помимо основного источника питания электроэнергии иметь резервное питание от подстанции плюс еще дизель-генератор в голове тоже не помешает вот системами сейчас так в период стабильности мигрируем с иностранных переходим на российские там там тоже есть шаховатости и ставить работу бизнеса и всех бизнес-процессов в зависимости от какой-то одной системы даже очень хорошей даже проверенной это мне кажется коллеги какие-то еще комментарии я поддержу Алексея в тезе то слово трансформация в сочетании с цифровой наверное с повестки дня уже вышло потому что столкнувшись с реальностью мы понимаем что скорее больше идет цифровизация чем трансформация и она непрерывно связана с внедрением управления данными неважно какими в компании могу сказать что в сегменте медицинских изделий нефармы я наблюдаю некий кризис жанра потому что большинство игроков сложили свои бизнес-практики где-то в 2000-х годах и одновременно у нас сейчас очень сильно упал технологический барьер но практически к любым решениям то есть компания с оборотом больше чем 2-3 миллиарда рублей более чем способна ну брить корпоративные системы управления данными внедрять какой-то искусственный интеллект и всякие истории которые были недоступны раньше но не всегда она это делает потому что все это имеет эффект когда распространяется на всю бизнес-практику а бизнес-практика она не сложилась то есть я бы сказал так что в отрасли медицинских изделий особенно лабораторных ну некий ступор потому что нужно уже менять подходы и взгляд о том как мы работаем с рынком чтобы вот эти технологии пошли дальше так что так Дмитрий спасибо а коль уж вы затронули тему я так понимаю диагностическое оборудование так сказать у вас основная ну расходный материал оборудование а скажите вот какие-то нейронные сети что-то такое применяют сейчас производители вот именно в диагностике как бы сказать такого локального искусственного интеллекта на так сказать ну смотрите у нас любое мета-изделие должно быть сертифицировано получено регистрационное удостоверение от Росдакнадзора этот процесс является доказательным то есть не уведомительный а доказательный процесс действительно эффективные нейросети это проблема кстати не только в России проблема в целом регуляторики действительно эффективные нейросети они по своей природе являются блокбоксом и доказать ну каким-то образом нормально документированно доказать что это работает практически невозможно в тех подходах которые существуют сейчас я не смотрел за последние полтора года появилось ли новое регистрационное удостоверение но на состоянии февраль прошлого года марта у нас было очень мало количества одно из это по-моему предсказания сердечно-сосудистых риск как бы сердечно-сосудистых заболеваний но там нейросетка была основана на проверялась с помощью классической методики 80-х годов то есть там доказательная база была через эту историю был интересный мета-обзор как раз в первые месяцы пандемии когда по КТ определяли уровень по КТ определяли господи из головы вылетела ну патологии в легких условно и в качестве было на рынке выпущено 450 разных решений из которых ни одно из них не показало медицинскую значимость это было не российское исследование мета это было такое зарубежное в том числе доходило до того что система показывала что есть патология на основе шрифта больницы в которой чаще всего именно эти патологии происходили то есть система в качестве признака выбрала не само изображение а меточку на КТ ну потому что там была основная центральная больница куда сводились и использовали дата-цет для обучения поэтому слово все что было из этой больницы отхомастически считалось патологией поэтому я бы сказал так что я не слышал о каком-то активном внедрении реальных искусственных интеллекта именно в момент лицензирования из-за сложности но я понимаю объективные причины почему так происходит спасибо коллеги может быть еще кто-то выскажется на тему искусственного интеллекта это очень интересная действительно тема вот мы сталкивались проводя свои мероприятия с таким сакраментальным вопросом а кто будет отвечать за результат работы искусственного интеллекта поскольку как бы имманентное его свойство самообучаться то есть если у нас жестко запрограммированная система ну отвечают разработчики которые там тестировали сертифицировали как-то это дело так скажем подтвердили эффективность а вот искусственный интеллект если он сам по себе обучается на основе взаимодействия с внешней средой кто ответственный за результат вопрос крайне сложно зависит от отрасли была директива в европейском союзе по-моему в 20-м году в 21-м который определял отрасль где это возможно а где невозможно использовать и он определял степень ответственности например невозможно использовать в эмаграционной политике но можно использовать при медицинских диагнозах невозможно использовать судебные власти и так далее поэтому какие-то попытки законодательные есть но если мы говорим про практику то например бот который переводит делает сам или встречи то перед тем как попасть в битрекс проверяет отдел сотрудников если мы говорим про систему ответа на вопросы или там BI-система то пока стоит наблюдатель человек который проверяет не сказал ли какую-то фигню если что поправляет поэтому вот на сегодняшний день я бы рекомендовал бы включать в процесс некого наблюдателя который если что может там подправить да дополню потому это действительно скажем так вопрос который еще только предстоит решить целым компаниям которые работают с искусственным интеллектом потому что ну не секрет что вот та же сеть ЧАРД труды и все такое выглядит достоверно но на самом деле таких научных трудов не было поэтому это с одной стороны минус с другой стороны мы понимаем что технология это не то что перспективно она там есть такой термин дизерактив технологии разрушающая технология то есть она может коренным образом поменять наш опыт потому что искусственный интеллект в отличие от человека способен обучаться на там гораздо больших массивах данных способен совершенствоваться постоянно и точность свою улучшать поэтому это наверное вот вызовы уже сегодняшнего дня но решения пока повторюсь нет поэтому действительно контроль человека на данном этапе он необходим особенно в таких ответственных областях о которых мы с вами говорим спасибо коллеги разрешите своим взглядом поделиться мы когда говорим об искусственном интеллекте мне кажется в первую очередь надо разобраться что конкретно мы имеем ввиду потому что искусственный интеллект что у нас много всего вот как я это вижу ну два вида искусственного интеллекта первое искусственный интеллект специальный это тот который как раз алгоритмизирует какие-то процессы конкретно под какие-то задачи это врывы советчики это система интеллектуальная помощника управления в автомобиле или другой области и есть концепция искусственного интеллекта такого всеобъемлющего вот проблема в том что в фильмах где-то в информационном пространстве но в основном заостряет внимание на таком общем интеллекте который то он в фильме терминатор распоясался и начал сам вершить судьбы человечества то он начинает как полностью как человек разговаривать вести себя но на самом-то деле я не вижу признаков существования в реальной жизни вот этого генеративного общего искусственного интеллекта пока что это пока что это иллюзия пока что это вот для кого-то мечта для кого-то страх большой что он появится и захватит человечество о чем мы можем говорить реально это вот специальный искусственный интеллект который нейронные сети которые тренируются на каких-то массивах данных которые которые могут помогать но не заменять человеческий интеллект и здесь основной посыл то что искусственный интеллект он хорош в нахождении всяких корреляций взаимосвязей но он плохо в причин наследственных связях вот дмитрий который привел пример он об этом и говорит нейросеть начинает ориентироваться на шрифт которым подписан снимок и для него это корреляция между шрифтом и диагностированием патологии на на снимке а на самом деле это не имеет клиницистического и диагностического значения поэтому у меня гораздо более скептический взгляд на эти вещи искусственного интеллекта и самое плохое если мы будем пытаться заменить наш человеческий интеллект просто цифровым вы должны с вами не согласиться причем я бы сказал категорически не согласиться я бы так если бы мы с вами ввели бы историю в октябре прошлого года я бы с вами согласился поддержал всеми руками сейчас я категорически не согласен что нету признаков давайте так как раз технология GPT 3.5 модель не третья не вторая а именно 3.5 особенно четвертая модель она давайте и мы должны здесь разделить понятие осознанности понятие интеллекта мы заходим в область философии и психологии если мы говорим про если мы убираем философскую старающую что есть мы что есть такое мысли и так далее то способ взаимодействия с тем же самым генеративным GPT будь то Яндекс или чат GPT вы знаете он для меня сейчас собирательный образ студента троечника который минуточку знает всех областей и его практическое применение как раз нашлось в этом и это не частная история когда у меня в качестве чат GPT выступает в роли виртуального секретаря для отдела продаж это конкретное практическое применение оно не специализированное никто не делал дата сцены встречи биобитрова это модель общего характера когда я прошу его перевести с одного языка на другой никто не обещал чат GPT конкретно переводить с этого языка на другой поэтому сказать что не существует признаков появления общего искусственного интеллекта я с вами категорически не согласен почему потому что я его использую общие модели не частные а общие модели использую в бизнес практике здесь прямо сейчас поэтому Дмитрий спасибо спасибо ваша мысль понятна Дмитрий разрешите в свою очередь опять же не согласиться речь идет вот как я вижу я тоже не претендую на последнюю инстанцию но я как вижу то что вы говорите это замена качества количества если речь идет про часть GPT но это тот же самый специализированный искусственный интеллект который на большом на разнообразном массиве на чем подождите мы сейчас закончим давайте я думаю мы продолжим этот разговор отдельно я вижу тема вызывает интерес а вот Дмитрию Танкову хочу задать вопрос если он может ответить отреагировать а вот в производственных цепочках которым он уделил основное внимание в своем поступлении как-то нейросети или искусственный интеллект имеют место быть что-то думаете там внедрять или там жесткая пока система да конечно отвечу смотрите в целом у нас все началось с очень интересного прецедента разумеется как коллеги правильно заметили всем очень интересно все что связано с чатом GPT GPT 4.0 и так далее подобное поэтому понятно что все коллеги по-разному хотели его поиспользовать как-то поэкспериментировать но ввиду того что мы как фарма завязаны на корпоративную этику и корпоративную информацию в частности наши коллеги помните я вам говорил что у нас вообще большой IT-департамент и краски все что связано с ML-ками и прочее это немножко не к моему департаменту к соседям и ребята там как раз разворачивали по сути дела локальную сбивку у нас на внутреннем сервере и в основном в большинстве случаев коллеги используют его так вот как описал Дмитрий что делают резюме со встреч что-то вычленяют оттуда и соответственно с этим работают что касается моих непосредственно коллег программистов потому что естественно у них тоже интерес есть мне очень понравилась мысль про студента троечника они вот на него пытаются спихивать такие максимально рутинные программистские задачи где не нужно очень много описывать бизнес-логики интересных процессов и прям интересных мат-задач что касается вообще в целом развития по компании разумеется у высшего менеджмента интерес есть и очень явный но пока все сталкиваются как раз с тем вопросом который вы как раз и задавали а как проконтролировать что все идет хорошо все будет идти хорошо и если мы условно сольем продукт а там мягко говоря очень много миллионов кто крайне никого покарать и что сделать чтобы этого больше не происходило поэтому пока мы сошлись на всех инициативах по ML комс в частности цифровыми датчиками голосовыми ассистентами на том что у нас все равно есть механизм проверки благо в автоматизированных системах у нас это все реализовано аварийными порогами и уставками и даже если что-то пойдет не так мы это все равно отловим отправим сообщения в телеграм-бот и коллеги которые на производстве находятся постоянно они отреагируют и еще когда мы с коллегами встречались на таких совещаниях помните я вам несколько раз говорил про то что цифровой датчик тебя показывает хорошо на тех процессах где все более-менее постоянно ну мы знаем что там параж должен быть таким-то д.о. должен быть таким-то и так далее а на ситуация когда все пошло не по плану коллеги правда пока этого не сделали но я им предлагал в качестве варианта вводить вероятность характеристику из серии что вот все идет по стандартному процессу и мы на 100% можем верить цифровому датчику ну ладно на 90% извините либо все пошло не по плану соответственно лучше ориентироваться на живой датчик или вообще на данную модель лучше не ориентироваться пока мы все сошлись на этом то есть менеджмент высший очень хочет коллеги используют таких базовых задачах но когда речь доходит о глобальном внедрении возникает много вопросов по как раз таки верификации и наблюдению которые пока у нас решаются вот такими весовыми характеристиками спасибо Дмитрий Юлия можете что-то добавить какую-то так сказать новую краску внести с точки зрения исследователей как у вас да на самом деле наша компания в целом является связана с IT-технологиями потому что работаем с большим массивом данных конечно нам постоянно приходится и совершенствовать тот набор инструментов которые у нас есть и следить за тем чтобы те инструменты которые есть правильно работали и действительно вот несмотря на то что мы уже долго работаем на рынке наверное хотелось бы чтобы ну как это массив дал в конце получил готовый результат да все-таки вот эта функция контроля она практически на всех пока этапах остает ну является наличествует да и все равно приходится контролировать даже те уже устоявшиеся механизмы те уже состоявшиеся модели и практики которые мы применяли уже много-много лет это происходит как раз за счет того что иногда могут прийти не те данные да иногда тот формат данных который там привычен системе он меняется и соответственно система не всегда самостоятельно может распознать типизировать те данные которые пришли и уже начинает неправильно с ними работать поэтому все-таки ручной контроль для нас пока все-таки остается в том числе как одним из этапов производства тех данных которые мы делаем спасибо Юля простите а можно еще кое-что дополню на секундочку буквально совсем забыл рассказать об очень приятном для нас кейсе который прям хорошо себя показывает у нас в силу работы с определенными средствами есть одноразовые датчики ну они не сколько одноразовые сколько в силу физической особенности того как они измеряют среду они достаточно быстро деградируют и к сожалению они деградируют не так что вот бах и перестали что-то показывать или какие-то заоблачные значения показывают а ты можешь понять это по очень специфической характеристике их показания и как раз таки вот коллеги реализовывали модель обучения на основе которой мы сначала мы можем уже 100% вероятно сказать что да вот датчик деградирует пожалуйста замените или же даже немножко опять про предъективную аналитику по характеристике заранее сказать что датчик тогда-то деградирует то есть вот этот кейс который вот абсолютно стопительно хорошо себя показывает и нас очень радует спасибо спасибо дмитрий так ну давайте наверное завершим с искусственным интеллектом хочу вам задать вопрос относительно так скажем как как вы видите ситуацию вот с цифровыми технологиями с их состоянием в России по сравнению вот с как это загнивающим западом и влекущим нас востоком где мы вот так сказать где мы впереди где мы на уровне где нам нужно догонять кто готов кто-то высказаться давайте наверное я начну просто у нас буквально недавно с коллегами была традиционная квартальная встреча где мы делимся тем чего мы достигли за последний квартал и что у нас не получилось относительно того что мы планировали и мне безумно понравилась фраза моего коллеги моего департамента это руководитель нашего инженерного направления очень такой активный мужчина и он сказал что сейчас мы за деньги нашего гендиректора по сути дела догоняем все то что должны были догонять последние 20-30 лет но это было связано с тем что мы сейчас пытаемся делать аналоги датчиков по ШДО весовых терминалов на китайской элементной базе и в принципе результативность на мой взгляд есть разумеется я читаю какие-то статейки коллег из других компаний все как-то развиваются что-то делают на мой взгляд результативность есть но понятно что на это нужно время и достаточно внушительные финансовые ресурсы потому что приходится очень много чего догонять ну и еще есть центральная проблема лично для меня немножко поделюсь своими болями и переживаниями что окей мы там сделали этот весовой терминал у нас есть безумно точный АЦП пусть и китайский и у нас возникают вопросы с доказательной базой метрологом что он измеряет правильно и так далее и подобное то есть сделать информационное инженерное изделие и запрограммировать его прекрасно это не проблема а вот дальше то есть лично для меня сейчас гораздо больше уже доказательным остальным то есть метрологам квалификаторам отделу контроля обеспечения качества что то что мы сделали действительно потрясающе работает то есть лично для меня сейчас вот в этом проблема спасибо спасибо коллеги кто-то готов еще высказаться да я немножечко с другой стороны тоже там подсвечусь с чем мы сталкиваемся в своей работе то что компания 36.6 в свое время одну из первых внедрила аналитички CRM на базе западных продуктов компании SAS которая из России ушла и в какой-то момент после ухода из России перед нами стала задача импортозамещения данного продукта и выяснилось что вот такая сильно специфическая область как вот эти вот все вещи связанные с персональными рекомендациями микросегментирования и прочими вещами готовых решений подобного класса на рынке просто нет и поскольку спрос очень велик есть несколько отечественных решений которые внезапно получили ресурс на то чтобы свои продукты довести до западных аналогов вот но на это им нужно время поэтому мы сейчас находимся в скажем так изучении и выборе из отечественных продуктов того что максимально близко будет под подходить под наши потребности но вот мне кажется у нас состояние рынка во многих областях характеризуется примерно следующим то что у нас есть сильная инженерная база у нас есть хорошие математики у нас есть классные идеи но у нас нету готовых продуктов на базе этих идей пока нету потому что долгое время мы в условиях не могли конкурировать грубо говоря с практически неограниченным финансированием западных продуктов против всего масштаба но надеюсь что это дело поправимое и мы от ситуации как вот про левшу мы можем подковать блоку но не можем поставить производство миллионов блок на поток вот надеюсь что мы вторую часть тоже научимся делать в целом как страна как отрасль как производство программного обеспечения спасибо коллеги кто-то еще готов я соглашусь с Алексеем чтобы с импортозамещением открылись интересные российские продукты например мы заменили табло на яндекс даталенс и на логином это оказалось прям намного интереснее чем чем то что у нас было возникли открытия которых раньше просто не было мы не обращали внимания это прям очень позитивно и могу сказать что это прижилось я вижу знаете я наверное философски здесь размышляю о том насколько мы как бизнес готовы утилизировать те технологии которые у нас есть даже в сегодняшний момент и на мой взгляд в этом есть большой запас для повышения эффективности условный ворд или эксель который сейчас нам доступен или там или аналоги р7 яндекс не суть обладает на порядок большим функционалом чем люди его используют да мы действительно говорим о искусственном интеллекте общем частном с индуардом спорим но у нас существуют во многом базовые инструменты которыми люди не пользуются и я считаю что если раньше это заливалось условно дешевым железом и доступным то сейчас у нас нет такой возможности это заливать и нам нужно включать условно мозги для того чтобы пытаться это утилизировать намного более эффективно я считаю что в этом с точки зрения такого уровня осознания и фундаментальной работы это очень хорошо другой вопрос как это повышение вот этого цифрового устранения этого цифрового неравенства и его в практику выделить это для меня большой вызов потому что я с одной стороны рассказываю про общий искусственный интеллект или частные модели с другой стороны вижу как люди не умеют пользоваться функцией ВПР в Excel и этот разрыв все люди пользуются айфонами где там вместо фотографий идет тысячи нейросетей а с другой стороны могут писать о том что нейросети все это полная фигня то есть они этим пользуются ежедневно но поэтому они не видят что они пользуются вот этими технологиями я считаю что если мы сможем преодолеть цифровое неравенство то вот это будет очень хороший такой фундамент для утилизации того чего у нас есть как его продолеть честно не знаю это сложный образовательный спасибо дмитрий эдуард знаете мне кажется мы вот сейчас находимся в стадии потери иллюзии и такое переосмысление действительности потому что что было раньше у нас раньше на любую проблему которая возникла на производстве в бизнесе бизнес-процессах находились красивые иностранные решения причем красиво упакованные поданные со всеми технологиями маркетинга визуализации и мы по сути привыкли к простым решениям и к тому что есть решения которые решают наши проблемы которые мы даже не до конца осознаем то есть вот только мы сказали а вот а ну тут же прибежал представитель какой-то компании и представил иностранную технологию красивую замечательную да вот вот на это внедряешь и забываешь про это вот а сейчас мы спустились на то что все-таки свои проблемы надо осознавать надо их продумывать и вырабатывать решения более осознанные я бы сказал может с меньшей автоматизацией меньше используем цифровых технологий но с большим использованием собственных мозгов и мне кажется такой хороший процесс очищения и оздоровления к термопроходе причем проходим весьма успешно вот Дмитрий замечательные примеры назвал того что отечественные продукты работают не хуже а где-то и лучше даже чем иностранные спасибо Юлия что-то добавите можно добавить что только вот этих продуктов да становится на самом деле даже больше чем было и соответственно появляется дополнительная конкуренция что приводит к возможности поиска более удобного более качественного решения и в то же время еще и более дешевого решения чем было даже до этого спасибо спасибо коллеги какие-то вопросы хотите поднять для обсуждения или будем завершаться мне кажется мы сейчас на замечательной ноте чтобы как раз завершить да я думаю мы завершаемся на позитиве рад что у индустрии такой важный такой нужный для всей страны позитивный настрой видение перспектив и видение как путей как достичь решения вот собственных задач достижения целей спасибо вам огромное рады будем видеть вас в дальнейшем на наших мероприятиях соответственно запись мероприятия и материалы презентации мы разместим на сайте и разошлем всем участникам спасибо вам коллеги большое спасибо очень интересные доклады интересная дискуссия и на самом деле мне кажется каждый из нас обогатился по итогам этого разговора как новыми данными так и новыми аспектами видения здорово спасибо большое спасибо коллеги всем здоровья хорошего дня всем спасибо большое спасибо большое было очень интересно все хорошо спасибо до свидания до свидания Продолжение следует...